В этой патте было каждый божий день. Ну, я так понял, там всегда такое происходит. Нет, обычно была там одна патти, на которую мы там идем на дискотеку все. А в этот раз они все у тейка. Все просто остаемся у тейка и пьем там на баре. Или там не пьем. Ну, короче, там просто люди тусят. Знаешь, тусят, общаются в подвале. Покерный стол. Там есть столы для футбола настольного. Теннис есть. Правда, в этот раз они сломали стол. Прямо перед этим там какой-то турнир был тоже. И игроки сломали стол теннисный. Поэтому в теннис у меня поиграть не вышло. А что насчет результатов Холмс Торикапа, то... ММАшка молодец. Красавчик. Из вашей команды, товарищ. Кстати, тогда, по логике вещей, какие планы на StarCraft вообще на ближайшее время? Что планируешь? Не планируешь ли уходить, может быть? Я не знаю. Нет, планирую выиграть пару больших чубов. Это радует. Это радует. Ну, вы поняли. Просто Хэпич, например, он расстроен своими последними результатами. И так неопределенно с планами, хотя... Ну, результаты раз на раз не приходится. То есть, ну, я вроде к Холмс Торикапу я был мега готов, я был там уверен, что я там вытащу и так далее. Я на соплях слил МС, на соплях слил Банни. Ну, да. В другом случае могло бы быть 2-0-2-0, грубо говоря. Вот поэтому и нужно ездить чем на больше ланов, чтобы непруха была в 5-6 раз и на 6-й раз, все будет окей, и ты выиграешь, хорошо выступишь. На DreamHack я выступил хорошо, но мог лучше. Ну, реально, то есть, я мог лучше. Я там в группе немножко отдал, опять же, перенервничал. И в лузерах Шоу Тайм вот тогда, опять же, перенервничал и делал глупые ошибки. Ну, что могу сказать, удачи тебе, я желаю, как и всем нашим, собственно. И соединяюсь, конечно же. И на турнире вообще, в принципе, нас в последующих всех. Спасибо тебе, Саш, тогда будем звать, наверное, Стрэнджи, сейчас твоего оппонента может послушать. Оставайся верным Старкрафту и приходи на ФФА к нам периодически. Я ведь никогда не брошу ФФА, мне просто наслаждение, знаешь. Ну, я специально буду ждать, когда я буду появляться рядом, чтобы, ну... Угу, стримчик включить, да-да-да, я понял, хорошо. Ну, чтобы наверняка понимать. Ну, конечно, конечно, ради этого только и надо. Ну, хорошо, спасибо большое еще раз. И Стрэнджа Сережа сейчас подключит. Да, давай, подключим. Да, да-да-да. Так, Стрэнджа подключаю, добавить участника тут в звонку. Стрэндж, Стрэндж, Стрэндж. Круто. Так, подключаю Стрэнджа. Так, он, наверное, отошел. А следующий матч будет все-таки чей? Следующий матч Минато-Тиран Вик вроде бы. Но Минато мы тоже позовем. Так, привет. Привет, Стрэндж, ты тут? Привет, привет. Слышишь нас? Да. Все, отлично, тебя тоже хорошо, очень слышно. В общем, представься тогда, потому что если мы Хэппи Чаблая хоть знаем, как зовут, и вообще что-то расскажи про себя немножечко. Зовут меня Алексей, играю под ником Стрэндж, мне 18 лет, и играю за протосов. Все ясно, спасибо. Хотя, Эвру, мы же с тобой на буткемпе были. Я даже, я и макеры видел, меня-то не помнят уже, наверное. Конечно, тебе 4 марта, кажется, день рождения, да? У меня 6-го. Ага, Драхал мой зашел, да? Не это, что я помнил. Ну, понятно. Вот, ну, типичное начало, что как тебе Лотов вообще? Как тебе Лотов? В целом нравится пока, но не то, чтобы как-то мне он больше нравился, чем Ходз, но, по крайней мере, судя по Ладру, у меня в нем результаты уже лучше. Хотя бы, хотя бы в Ладре. Так, ну, какие планы у тебя на Лотов тогда уж сразу с этого начнем, раз тут такое дело? Как ты учился, насколько я знаю, раньше, как сейчас там с тренировками, со всеми делами? Ну, на данный момент где-то месяца 3 или 4 назад я начал вот действительно подходить более ответственно, скажем так, к тренировкам, то есть у меня есть определенное количество времени, которое я играю с перерывами, вот, разборы там детальные, всех вот игр корейцев, в частности. То есть оттачиваю билды с компьютерами, там буквально игр 10, наверное, подряд просто играю с компьютером, чтобы там до секунды какой-то билд получился, как у корейца. Вот. Это одна из составляющих моих тренировок на данный момент. Ну, как свой уровень оцениваешь вообще, в принципе, сейчас? Готов, не готов вот к Блаю с матчем? Блай, ну, такой товарищ, конечно, с ним всегда сложно играть, не знаю почему, может быть, как-то чисто психологически. Ну, как он сказал, как бы на квалификации я его выиграл 2-1, причем не чизами. Там была одна прям такая сочечная макроигра на 25 минут, по-моему. Вот. Так что, в принципе, если волноваться не буду, это вот у меня частая проблема, что вот постоянно перед какими-то играми волнение очень сильно мешает, там руки холодные, все такое. То есть вроде знаешь, что делать, но как-то мешает, в общем-то, сильно не знаю, как с этим справляться. Может быть, с опытом. Так, Миш, у тебя-то вопросы есть? Да, у меня есть вопрос. Там пользователь передает, передай Стрэнджу, скажи, что он молодец, этичный игрок. Этичный. Этичный, не элегантный. Этичный, я-то элегантный, а с другой. Да, элегантный. Элегантно хватит одного. Да. Благодарю. Какие у тебя пара любимых юнитов у ТОСов, соответственно? Разумеется, адепт. И была Сентря, но сейчас она входит в... Ой, в смысле, в Лотве не особо актуально, но... Она же не поменялась совсем, да, получается? Ну, она-то не поменялась, но у Зергов появились рейджеры, которые ломают Филды. А против Тиранов это, собственно, никогда и не было особо эффективно. Угу. То есть раньше с Зергами у меня была ставка на микро в основном. То есть Филды, Сталкеры, Блинк. А сейчас этого нет, приходится стиль менять. Это вызывает определенные проблемы сейчас. Угу. Я играл в Слайв Зергом в финале. Вот там вот одна базовая тема с Имморталами, которая... Угу. Там два или три раза я ее сделал против него, два раза она прокатила. Один раз в финальной игре нет, к сожалению, там... Ну, и вот еще там была игра первая тоже. Игреалка Феникс. Да-да-да, с плюс 11 одной базы. Да, это интересно билд. То есть... Ну, в Лотве на данный момент сложно мне придумывать какие-то свои прям билды, Но я пытаюсь тоже какие-то вносить свои фишки Когда все устаканится, тогда, я думаю, можно будет Ну, то есть, когда появятся уже какие-то вот стандарты именно То есть, тогда можно будет пытаться удивлять А сейчас, что не страта, то как бы все что-то новое такое То есть, нечем особо удивить сейчас Ну, про игру, конечно, уже поговорили Что ты думаешь про перспективы Старкрафта? Что не хватает, там, Ланов как-то вот еще, там, запиши свое видение Лично я считаю, что вот в СНГ хоть там, может быть, турниров и мало каких-то Но суть-то не в этом То есть, если ты хочешь тренироваться, если у тебя есть какие-то цели То ты выйдешь на уровень, допустим, хотя бы европейцев топовых Ну, средних хотя бы И будешь побеждать там на ВЦСах или каких-то вот таких вот престижных турнирах То есть, дримхаки, там, иемы, вся что-то То есть, если уровень есть, то, как бы, нет никаких оправданий, что там в СНГ турниров нет Нужно тащить другие турниры Если, допустим, в СНГ это не развивается, ну, надо тогда, значит, на других турнирах играть Ну, да, согласен, тем более И курсы валют сейчас неплохо к этому подводят Да, это тоже немаловажно Понял Ну, спасибо, Леш, тогда Миша, у тебя есть какие-то вопросы? Нет, нет, я просто слышу и улыбаюсь Мне все нравится, да Да, давай, там, Минато, зовем Минато Просто, чтобы на сегодня-то уж с интервью тогда мы закончим Вот, я уже сказал, что Тиран Вика, я сейчас скажу, МЧИ, есть Тиран Вика и еще чье-то интервью в записи По-моему, Изи, Изи и Тиран Вика вроде бы Вот, мы его потом скинем Спасибо тебе, Леш, тогда Все, хорошо, спасибо вам Удачи тебе на турнире и вообще на всех остальных Приятного просмотра Спасибо Так, зову тогда Минато Погоди, добавить, добавить участников Минато, зову Минато, зову А вот Минато, фотографию вижу Алло, алло Алло, привет, Минато Привет Вот, ну представься нам Тогда мы, чтобы знали Ну давайте, как все Зовут меня Виталий Никнейм Минато 22 года Игрок за зерков Все ясно, все ясно Так, чтоб спросить Почему никнейм такой вот интересный у тебя У меня что-то сразу вопрос выявился такой Потому что, скажем, в своей юности я был анимешником А что это, это оттуда что-то? Да-да-да, это то есть Наруто Блин, аж признаваться стыдно Собственно, там был такой один персонаж Светловолосый, да? Да-да-да, Майкер шарит Не-не, я просто зашел к тебе на канал Там у тебя такая же картинка на сайте С этим чуваком в белом плаще И со светлыми волосами Но прикольно, да Но ты все-таки сохранил вот этот вот дух, да? Ну, конечно, образу надо следовать до конца, думаю А какие качества в образе этого главного героя тебе кажутся наиболее близкими? Ну, раньше мне, скажем так, чем мне нравилось, скажем, своей скоростью То есть тоже хотелось там быть мультитаск, все дела там, разводить Но потом я научился делать оклики И больше мне ничего не надо Да-да Ну да, чтобы зергишимба, что тут говорить Сейчас пацаны в часик расскажут нам, что к чему Ну да-да-да, такое Ну рассказывай, какие у тебя планы Сколько тренируешься сейчас Писал ты там, что куда-то уезжал, помню, недавно Как вот с этим проблем Есть ли проблемы, если сейчас вообще какие-то там нет Ну, на самом деле не уезжал, просто, скажем, были небольшие проблески личной жизни Поэтому немножко, скажем, сбавился Старкрафтом Но сейчас все нормально Все проблесков больше нет Да-да-да, теперь я нормальный Старкрафтер Отлично, просто Ничего не отвлекает Так это отличные стартовые, ну даже хорошие условия для тренировок Тем более, что такие возможности Никто еще, по сути, не разобрался в игре Ну да, на самом деле сейчас вот, в принципе, к Новому году я сбавил Но после Нового года сейчас планы на Старкрафт идти, скажем, самые серьезные Так как лот мне очень сильно нравится Скажем, ход мне не нравился совсем абсолютно Так как вот этот стиль черепаши, как Хэппи говорил Он мне совсем не привлекателен А вот в Legacy of the Void очень много различных есть И агрессивных страт И теперь вот нельзя, например, там сидеть мех-кераном Протосом сидеть, как-то там все эти грелки и прочая ерунда Теперь постоянно идет контактная игра Что, конечно же, меня радует Так что планирую В ближайшие несколько месяцев я точно посвящаю Старкрафту Все-таки я попытаюсь Не могу сказать, что я очень хороший игрок Но, тем не менее, я не самый плохой игрок Так что, если, думаю, я поднажму То зарабатывать на этом, скажем так И при этом еще получать удовольствие, как и раньше Все, скажем, все расклады есть для меня хорошие Ну, я тоже так думаю, тем более что Как я уже говорил, и курсы валюты Игра новая, и вот CS-система новая То есть, как бы, в принципе, можно поднажать Но, что думаешь про системы? Про эти все тоже тогда уж, раз всех спрашиваем Про CS-с Мне кажется, это классно Ну, конечно, теперь Не знаю, теперь, если не буду куда-либо проходить Теперь будет еще более, скажем, стыдно и обидно Ну, так как раньше корейцы все дела Отмазка есть стабильная Но вот сейчас Это классно То есть, это есть такой шанс и хорошая мотивация Сколько анонсировано турниров Общий призовой фонд, такой довольно-таки нехилый Кажется, что-то типа около 2 миллионов На 2016 год Так что Мне это очень нравится и очень по душе Думаю, это прибавит интерес определенный к Старкрафту Вернет, скажем так Хоть частичку балового интереса Ну, я заметил, что такое определенное оживление есть Хэппи как-то пестимистично По этому поводу говорил Но, как мне кажется, очень важно еще будет и результатов влияния Игроков наших тоже В этом плане А ты собираешься стримить еще на ГГ? Потому что в последнее время от тебя трансляции что-то не видно совсем? У меня проблема в том, что вот у меня дома два компьютера И на один компьютер все идет нормально Как бы я подсоединяю интернет, все нормально А вот на мой у меня просто перегорел, скажем так, этот вход Ну, для кабеля Так что я тупо не могу стримить Я сейчас через USB гоню себе интернет Но этот USB-переходник Он типа режет скорость интернета в 10-15 раз И типа Раньше я там мог открыть, грубо говоря, там несколько трансляций Там 5-6 трансляций на высочайшем качестве Сейчас я даже две не смогу открыть Ну, так, для примера Ну, есть же замечательные карточки сетевые за 300 рублей Которые ставятся и счастье И стримы будешь смотреть в неограниченном количестве Ну, если проблемы действительно в этом Ну, хорошо Для этого надо что-то делать, лучше поплакать Да, да, надо что-то Да, согласен, согласен, так проще Конечно, конечно Пацаны поймут у нас, понимающие Так, ну что можно сказать Как парапланы спросили Про все спросили В принципе Может что-то сам скажешь нам интересного Да, пока на самом деле ничего такого интересного нет Разве что хочу сказать, что вот Реально слот вам постараюсь хоть что-то показать хорошее Так как всегда было обидно, что В СНГ, по сути Много хороших игроков Но вот результатов как таковых нет И кто знает Может быть Мне получится хоть немножко улучшить результаты для СНГ По крайней мере буду стараться Ну, я тебе желаю удачи в этом, конечно На всех турнирах Твой стиль интересный Всегда был приятно смотреть Будем надеяться Клик это хорошо Да, да, да Надеемся, что Пацанам тоже нравится Всегда всем Надеемся, что И ты, и все будут тащить Удачи тебе у нас здесь на ГГ года И вообще далее Все, спасибо большое Вам всего доброго Пока Спасибо, ждем, ждем Как вы подчеркаете Давайте Пока-пока Все Ой, хорошо, конечно Даже такие коротенькие интервью Создают Дают портрет Актуальный Человека И его настрой Это полезно А потом полезно Посмотреть на игры еще Для полноты картины Классно Согласен Ну, Минатор всегда был таким интересным игроком Вот Интересные у него такие маневры Интересный стиль Посмотрим сейчас Минатор Тиранвик Еще вот новые у нас Так, карты мне уже отписали Новый у нас Тиранчик Тиранвик Из России Я не помню уж точно Из кого города Нужно интервью посмотреть Там у Яндека записано Вот Откуда Минатор, кстати, не спросили Но из Украины Я не помню точно Это же не где, кажется, город Спорожская область Вроде бы, да Там или Что-то со стрелком Там он или с кем-то рядом был Или Стрелок же Этот, как его У него в профиле написано просто Где этот-то Гломойский Приватбанк Откуда-то там забыл я Ну ладно Не суть А то сейчас еще начнется Тут что-нибудь Короче, создаю Давай Так Орбитальная верфь Первая карта Поехали Призовой фон Тем временем Увеличился До 76 тысяч рублей Ну да А игр пока Ну, то есть была только одна серия Все впереди Пусть на гитаре Сбацает Он играет на гитаре Любопытно Так Ты заходи И что же сам Своими силами Тогда Мэджик Прыгает Зерк Где зерк вообще А вот он Зерк 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 Зайф кашился Надеюсь Ненадолго А то Так Тебя Чепни А вот Все правильно Зерк здесь Зерка не вижу Я что-то Зерк здесь Все отлично Так, блин С табом переключать Не люблю Я привык к этой системе Это миш сей Нет Ну Еще не было времени Для того Чтобы привыкнуть Пошел обратный отчет И поехали Минато против Большого босса Да, Минато Против Большого босса Он же Тиран Вик Тиран Вик Я уже говорил Ребятки Тиран Вик И Так Вопрос Комменты для Блая Про комменты Ребят Извините Как-то вдвоем Неудоб Просто Не писать надо Конечно Мультитаск у меня сильная Но Тренируюсь мало Не смог Вопросы Одновременно Законтролить Еще для Блая Вот Так Вот сейчас Конфу я найду Где же Конфа-то у нас Здесь информация Что Тиран Вик Немножко Такой Взрывоопасный Горячий парень Ну молодые Все горячие У нас Тут много Просто Там У нас любят Обвинения Там Все Мэпхаки Мэпхаки Там Не знаю Такие были Там Подозрения У кого-то Да много На кого Были Сейчас Играют Но Не знаю Если уж Ты Мэпхак Выигрывай Тоже На Тиран Вика Выигрывали Многие Это уж Перебор Посмотрим Я думаю Все нормально Я всех Просил Чтоб Все нормально Было Даже Кул Активнее Сказал Что Все Будет Нормально Вот Есть Интервью С Тиран Виком И Изи Сейчас Я могу Ссылочки Продублировать Так Секундочку Ребят Сейчас Я в чатики Кину Тогда Вы С задержкой Уже Увидите Да Ну пойму Сейчас Я посмотрю Интервью Так Это Тиран Вик А тут Пока Минат Оставит Хату Быструю Ну карта Вроде позволяет Очень хорошо Этот карманный Эксп Защищать Рипер Туда Простым Способом Ой там Три барака Вообще Ой Понеслась Жара Причем С газом Это много Много риперов Получается Да Круто То как раз О чем ты Говорил Кажется Краем глаза Видел Пару игр Как раз Вот на этой Карте Что риперы Просто Не давали Выйти На На третью То есть Харас Начинался Ну прям Очень рано А потом Постепенно Постепенно Они Никто не умирает Постоянно Там что-то подрезают А зерг Не может выйти Со своих Двух бас Но может быть Другая история Совсем Будет Посмотрим Премиум Аккаунт Минато Не повредил Был Но у него Досно Большое количество Подписчиков И там Заработок Какой-то Я зашел на канал Посмотрел То есть У него Может быть Даже и есть Уже Премиум Аккаунт А если нет То Это вопрос Довольно Быстро Решаемый С Такой Аудиторией Ну Из Турниров Наших Нередко Минато Там что-то Занимал Я помню Так Ребят Кстати Видел на Киви 500 рублей Плюсом Спасибо большое Вот Всем за поддержку Дживи пишет Ни один из игроков Не сказал Спасибо Яндеку И всем Кто Турнир Создал Ну Об этом Просто Как бы Интервью Такие были Быстро Про игру У них сейчас Другим Голова Немножко Занята Да Они думают Про Противников Про то Как играть И Сами Вряд ли Да Вот Королевы Пляшут На этих Гранатках Сейчас Конечно Игроки Всем Благодарны И Мы тоже Благодарность Выражаем Естественно Больше Турниров И нам Интереснее Всем Интереснее Присоединяюсь Тут На какую-то Странную Халяву Попытался Дрон выйти Поставить Хату Видимо Я не знаю На что он Рассчитывал Но риперы Этого дрона Не пропустили И более того Они продолжают Давить Убивают Замбак Бомбят Королев Что-то тут Прям жестко Смотрите Королева падает Номер один Вторая Еле живая Пока Но рипера Правда Тиранвик Одного потерял Сейчас опасно Опасно Надо валить Отсюда Еще один Рипер Минус Подорвалось Два рипера Уничтожено Ну тем не менее Риперы тоже Много Но убивали Главное Сейчас Дальше Не отдавать Конечно Тиранвик Отступает Немножечко Ох Еще Минус Один Рипер Куда Ты Еще раз И был Гранатки Выставляет Демоджин Ты куда прыгаешь Ё-моё Законтролился Что-то Тиранвик АПМ 330 Сейчас Сейчас систему АПМа поменяли Раньше она По таймеру Была по старому Где 60 игровых секунд Уравнялись 42 Реальным Сейчас Сделали по реальным И ПМ у всех Вырос Очень сильно Ага Ясно Там Роучип Заказ рачеев 5 штук И один уже Готов И То ли это делается Для подпуша То ли для Гарантированного выхода На третью Скорее для Для подпуша Наверное Да Слушай Ну карта Гигантская Ну Если подпуша Будет То как Вот Айлэйр Пошел Нет То есть Это либо Поздний Ну Нидус Уже Наверное Смысла нет Пилить Наверное Все-таки Мне надо Будет Надежно На третью Выходить Сейчас Крипом Разольет Мейн И С руущими Туда Спустится Уже Похоже И Панечку Рабочую Будет Отстраивать Риперов Очень Много Заходят Мины Раскидывает Очень эффектно Конечно Дамага Мало Но Но Работает Так А дальше Третья ЦЦ Насколько Видим У Тернвика И Задача Риперов Сейчас Как раз Ой Куда Куда Полез Как Там Больно То Его Задача Просто Максимально Задержать Выход Видимо Зерги На Третью Базу Собственно Это Их Основной Квест Пока Там Играют Они Два В Два База Уже Раскачана У того И Другого И 1 1 Грейды Стимпак И Готовится Третья ЦЦ Уже Орбиталка На Перелет Да Несмотря На Тирана Меньший По Лимиту У него Все Хорошо И То То У Мне Почему Складывается Нидус Как-то Мне кажется Совсем Не По Плану Уйдет Хотя Может Я И Не Прав Риперы Сейчас Еще Затерпели Немножечко Куда Нидус Так Био То Здесь Не Очень Много У Тиранвика Танков Нет Либераторов Нет Еще Здесь Даже Темная Мертвая Зона Здесь Есть Где Может Нидус Принципе Не Заметить Сюда Оверзали Да Нидус Прям Сюда Я пошел Рабочий Спалил Да Рабочий Нидус Тиранвик Что-то Риперами Законтролился Он вообще В целом Не реагирует Ой Опасность Какая Ой Какая Опасность Что ж Ты стоишь Тиранвик У Тиранвика Еще Не доделался Ни стимпак Ни Соответственно Грейды Он срывает Рабов С мейна Пытает Ну там Вообще Жара Огромное Количество Врачей Согласен Но до стимпака Осталось Одиннадцать Секунд Всего лишь И Отбиться Можно Сейчас Да Риперы Еще Возвращаются Будут Пытаться Помочь Минка Не успеет Ой Роучи Пытаются Отстрелить Стимпак Стимпак Доделывается К сожалению Начинается Атака Тиранвика Вместе С рабочими Отлично Раскидываются Роучи В разные Стороны Риперами Они же Еще не Атакуют Там полсекунды Пока летают И великолепно Отбился Их Прям Воздух И атакуют А То есть Они Неуязвимы При этом Еще Классно Ну Здорово Тогда Для Тиранвика Все Хорошо Он Спокойно Перелетает Должен Перелетать На третью Базу И Хотя Наверное Сейчас Он Будет Ждать Медеваков И Какой-то Подкреп Потому Что Битые Марики С Мародерами Это Не Очень Хорошо Да Нужно Ждать Ну Кстати Получает От Материал Факту Тиранвик У него же была Факта Вот она Рядом С газом Сидела Я тоже На это Внимание Не обратил Там Минка Строилась И он Добил Ее Зерк Теперь Будет Без Медеваков Гадит Оверлорд Пытается Сдержать Появление Третьей Тут же Подтягиваются Вереницей Роучи И Ну там Один-один Уже Там Один-один Роучи Пустые Роучи Не грейжные Поставил Конечно Чтоб Грейды Продолжать Делать Было Вообще Замечательно Да А так Получается Пауза У него Такая Серьезная Да Только Только Сейчас Оно Пошло В любом Случа Если Он Закажет Грейды Сразу Он Раньше Чем Минато Закажет Пошел Свет Видит Тайминг Третьей Базы Наверное В первую Очередь Ему Именно Это Было Интересно В сравнении С собой Как там По экономике Будет Отставание Или наоборот Чарлику Привет Негодует С окна Распустились Голуби Наверное Опять Да нет Овчарка Его подруга Гуляет Он В лифте Прыгал Хозяин На нее Вчера Или позавчера На руки Пришлось Взять Он Сейчас Дома Прям Нервный Нервный Очень Процессы У них Эти идут Ясно Наконец-то Пошли Грейды 2-2 Фугасные Снаряды И первые Медваки Которые Должны Вроде Как положить Начало Какой-то Хотя бы Агрессии Со стороны Тиранвика Ну В плане Дробщики Пойдут Какому-то Движению У Мината Лимита Больше Тем Посмотри Рабочих Меньше Лимита Больше Наверное На Один Какой-то Выход Получается Да Но Странный Выход Учитывая То Что Он Как бы И танков Добавляет И грейды Еще Не Доделались Может Может Он Просто Четвертый Хочет Хотя Четвертый Нет К чему Этот Выход Зачем Он Сейчас Нужен От Тиранвика Да Может Провоцировали На заказ Почистить Крип Все равно На Стимпаке Если что Убежит Поймешь Что происходит Единственное Два Медивака Все Аккуратнее Быть Тиранвик Еще Я думаю Что Тиранвик Не думал Что тут Прям Так Много Минато И вот Сейчас Он Уходит Два Медивака Загружает Часть Убегает Один Фаерболт Там По Марикам Кстати Геро Попал Ну Там Пару Мариков Погибло Но Минато Готов Да Делит Очень спокойно Армию На две Части Преследует Частично Остатки Армии Не Дает Даже Дропчик Приземлиться Грейт На Танке На Атаку На Технику Имеется Ввиду И Ну Что Здесь Что Здесь Происходит База Перекачена У него Третья Вот Это Смущает 26 Рабов То Ему Уже Должно Ой Тут Атака У нас Идет От Минато Минато Приходит Да Есть Танк Есть Пио У Грейдан 2-2 Пока Не Доделся Зачем Он Решил Что Часть Ну Часть Армии Ксм Отвлекли Но Минато Все Каким То Образом Удаётся В лоб Продавить Как Минато Получилось Так В этой Игре Делать Тиран Вик С Этой Фактой Прогорел Что У него Медиваки Такие Поздние Как То Переагрессив Ничего Такое Ощущение У него Еще Армия Была Битая На Момент Атаки Разница По Лимиту Была Не Такая Значительная Там В 30 Всего Ну То 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 Он Мог Тянуть Ни Бункеров Здесь Ничего Нет Те Такие Моменты Вот 2-2 Сейчас Конечно Начало Решать Но По Лимиту Всё Будут Лиминато Дальше Давить То Лиминато Этот Микс Тоже Если Не Продавливаешь Он Не Очень Перспективный А Хайва Пока Нет Особого Выхода Никуда Нет И Почему То Минато Сейчас 2-2 Делался Армор Отменился Отменился? Да, да, отменил он армор А, Мината, понял Да, 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 и судя по всему Он решил, что пора давить до конца Да, посмотрите, сколько реводжеров Морфис, он чисто газ, видимо, решил С армора вложить в реводжеров Дропчик тем временем на третью базу Залетает, там вообще никого нет Все основные И рефлекторный зерк всю свою армию Возвращает назад, вот это Очень странный момент Прям вот решил, все Знаешь, как в одном бинде Все у тебя, и прилетает 4 человека Ты на них отвлекаешься Этот дроп сейчас очень многое делает Потому что, по крайней мере, он сорвал Эту крупную атаку, возможную Да, да И тирана, есть время остроить боевой лимит Плюс 3-3 делаются То есть тут очень важный момент Конечно, 3-3 нам вряд ли доделаются с Лимината Даже после дропа этого захочет пойти вперед Но лимита будет боевого точно больше У танков плюс один уже Есть и факты, кстати, две против ровучей реводжеров Частенько заметил, две факты сейчас делают Светанул только что Тиранвик четвертую базу Как раз перед тем, как она достроилась И следом должен, наверное, полететь какой-то дроп туда Но сейчас атака будет опять 200 лимита у Мината Он проверяет, во-первых, четвертую базу Убивает мину Будет ли лезть наверх или не будет? 3-3 не будет С этого направления лезть Сложновато, да? С смерти подобно, конечно Тут просто фарш будет Даже фаербул, если будут попадать Ну, реводжеры очень тяжело заходят наверх Были уже моменты Видел, когда на рампе Хэпчи там кого-то принимал Помню, то ли фаеркейка и лейзера Ка там 200 в 120 просто заходят То есть там боевого раза в два больше И все, все уничтожается Просто там Реводжеры, они сильны Ка в чистом поле Ка фаерболы попадают Ка в какие-то проходы Они лезут Сейчас как раз будет Отличный момент для Минато Для атаки Потому что выходит сейчас Тиран Вик Или вообще в атаку Он в атаку пошел В атаку 3-3 уже скоро будет готово Танки здесь летают Тут скан Видит, сколько юнитов Узерка Стимпак И пошла битва О, как танки разгружаются Синхронно Такой залп Ну, правда, туда же залетает Не-не-не Тирана слишком много Тирана очень много Это еще 3-3 не наделось Громит Минато Сейчас заходит Био вперед Под фаерболы не попадает Классно Увернулся Остановил продвижение Там бы Очень много было жертв И вырывается Сейчас на четвертую базу Правда, все очень бито Мидвакам нужно некоторое время Чтобы все это отхилять Но мародеры Уничтожают Это, кстати, основа Сейчас его армии На самом деле Мародеры Маленькие все выбиты были Но, кстати, лимит Тиран Вик Посоткратился Но Минато еще меньше стало А сейчас уже 3-3 будет готово И у медваков энергии Смотри, сколько еще Стою вылечится Семинато, конечно, не будет Каждый раз Стимпачится Да, он как бешеный Вкалывает Стимпакеты Кажется, надо сейчас валить уже Потому что Хотя подкрепление легкое приходит Сходит подкрепление И оно хоть и легкое Но У Минато тоже Армии немного И Тиран Вик продолжает Да, видите, такой долгий Самец прям хоть дойдет Слева Роучи подбегают Но танков не осталось К сожалению Последний танк Слева Роучи убивают И вроде бы Минато отбивается Тиран Вик отступает И учитывая то, что у него Четвертая база Только-только-только Вылетает И это не планетарка Хотя у него Лимита больше Чего? У него все нормально Но он решил отступить Чтобы на два направления Контролить И танк, кстати, тот не умер Вот он летает Краснющий Там Тиран Вик его забрал Ким-то чудом Сколько киллсов у него Интересно Опять всего Ну это Роучи были Да, там он вплотную дрался И... Ну 3-3 готово 3-3 против 2-1 А нет, 2-2 Посмотри-ка Погоди-ка А, Минато Армор успел сделать У него как-то Или он раньше Там чем атаковать Вроде тут Когда атака делалась Та точно Армор отменял Минато Видимо потом доделал 125 на 96 По лимиту Тиран Вик пошел добивать Да, и здесь Хорошо можно Разложиться С Лизи Слизь не везде Большинство выстрелов Реведжеров Проходят в пустоту Не задевают Ни танки Ни маринад И это разгром Это разгром ГГ ГГ, да Что тут скажешь-то? Как так получилось? Вроде пробрел Третью Вроде преимущество По лимиту Чего не хватило Минато? Ну вообще Все как бы логично С Тирана Изначально Странно было Что Минато Так Тиран Вика Тогда вот Продавил Вот Но Так, даст Погоди А что за даст У нас? Даст и что Так, так, так Комплекс Ульф Что-то я пока Комментировал Куплю Чего за карта Это даст Не подскажу Тебе, к сожалению Так, что Спросить На четвертой базе Инфестейшн Кстати, да Не совсем было понятно Зачем На четвертой базе Инфестейшн Запилил Какой смысл Был Этого строения Членов Хайф Наверное В перспективе Почему на четвертой А, даст То все Сумеречная Башня Просто Иминант Мне так Написал Не даст А Таск Тауэрс Так, запиливаю Я все Подавим В дальнейшую игру Всем зову Так, вроде всех позвал В игре не хватает Только Тернвика Пока что Так, баба просит Потише сделать Ничего не помню Можно потише делать Это вообще А, кого еще раз Ты хочешь сделать потише Яндекс баба А ты в винде Можешь уменьшить Громкость браузера Через которую Она собственно говорит И все Ну, это, кстати Пожелание хорошее От стримеров Вчера или сегодня В конференции Проскакивало Что регулятор громкости Было бы хорошо В алерцах докрутить Согласен, да Так, микшер Где-то Браузер точно Яндекс В чатике Интервью с Тернвиком Еще один повод Яндексу Спасибо Сказать Кстати, мало кто знает Да никто не знает Что Яндекс Он же Насколько я понимаю Юрист И он нам В том числе Помогал Для В регистрации Товарного знака Еще Давно-давно Год назад То есть У меня даже связи Не было Никнейм С именем И фамилией Человека То есть Он разными способами Пытается И помогает Спасибо ему Еще раз Яндексу Вообще Респект Я добавлю За За то Что Он и хэппи Например Тысячу евро Выделил на Дримхак Что он поехал То есть Много таких моментов Спасибо большое Для Старкрафта Много делает Вот Пока у нас Игра стартует Спасибо Ботнан Спиридулок СК-2 ТВ За поддержку Видел ваши Пикоины Просто комментируем Двоем Сейчас за каждый Премиум Как бы За все Благодарить Не буду Естественно Потому что Сами понимаете Вам большое спасибо Да Пекарем Привет Да Привет Пекарем По поводу То что Выходим Из минусов Я уже Много раз Рассказывал Все все знают Как я понимаю Решился Ну практически Решился Лишний вопрос Теперь я смогу В комнате Обосноваться Сделать Что-то Типа Студии Уже Вебку Запилить Вот Но То что Миша должен Уже все вышел Но еще Как бы Еще должен Около 50 тысяч Ну посмотрим Может быть Успею Праздники Все-таки 30 лет Скоро Все дела Да Это срок Самый главный Подарок Все сделал Вот Теперь Даша Вчера Операцию Сделали Миндали Удалили Как все Поправимся У меня Нога Как раз Восстанавливается Тут Что-то Навалилось Все Все будет Нормально Короче Старкрафт Будет Вот так Вот Поэтому Всем Извини Миша Всем отдельное Спасибо За вашу Поддержку Короче Гря Ребят Тут Пять Реводжеров Линги С Мув Пуш Идет Ну Там Нужно Чтоб Момент Неожиданности Был Сейчас Уже Привыкли Как бы Сверху Бункеры Строишь На Хай Граунде Отбиваешься Здесь 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 Мув Мув Чтобы Рипперы Сильно Не Напрягали Хотя Три Барака Спорный Момент К первым Рипперам Мув Есть Но Потом Экономика Слабее И все Больше 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 Становится Даже Не знаю Вот Как-то Так Пошел Первый Риппер Спалился На Верлорде Здесь Другая Тема Риппер Будет Всего Один Да Или Риппер На Оверлорде Спалился Или Оверлорде На Липпере Тут Марик Марик Ходит Разговаривать Он С другим Разговаривает Спалился Правый Ну Да В общем То И Кстати Он Убьет Судя По Дамагу Добьет Этого Оверлорда Похоже Что Сможет Старается Старается Хотя Близко Очень Очень Близко Не Не Успеет Близко Ну Там 30 ФП Марик Быстро Стреляет 15 10 4 Ото Он Восстановился Кажется Да Это Ошибка Наверное Если бы не встал Скорее Все Погиб Лучше Проверить Этот момент Было Согласен Пусть Лучше Летел Дальше Минус Дрон Сейчас Неплохой Начало Для Тиран Вика Но Похоже Что Он Не Видел Что Там Вообще Мув Погодите А он Видел Вообще Что А он Не Видел Мэйна Посмотри Он Не Видел Если Вижен От Тиран Вика Поставить Он Даже Не Видел Что Зарг Начинался С Мэйна Ну Рипер За Это Поплатился В общем Пострадал Счет Поправляю Простите Ребята 1 0 Счет Сейчас Пользу Тиран Вика Начинает Потихоньку Работать База По Рабочим Все Ровно Но Учитывая То Что Там Теперь Переносит Или Как-то Так Слушай А вот Я Кстати Не знаю Может По 30 Потому что Они Времени Я Не Помню То ли Времени Живут Ну Да Сейчас Бусты Слабее Стали Намного Хоть и Постоянные Личинок Не 4.3 И Мулов Соответственно Тоже Подрезали Но Насколько Вот Они Там Зараз Приносят Я Что-то Даже И Не Помню Если Честно Сейчас Подскажут Кто-нибудь Да Чатики Через Пару Минут Свет Пошел На Мейн Но Ничего Он Не Заметил На Этом Самом Мейне Ни Лэйра Ни Второго Газа Увидел Только Что Спорки Нет Но Спорку Тут Воткнул Там Баньши С инвизом Готовится Рабочих Жгут 4 Гиллионов Заезжают На Мейн Всего 4 Линга Было У Мината Это Очень Печально Для Мината На самом деле Хотя Дронами Неплохо Поблочил Но Погорело Весьма Серьезное Количество Рабочих У Тирана Больше Рабочих Кажется Жертв Больше Не будет Посмотрим Что Удастся Сделать Баньше Потому Что По сути Это Ну Она Одна Осталась Она Одна И Спорки У Мината Есть Тоже Важный Момент Очень Да Готов Тоже Очень Похожи Опенинги На Тот же Самый Ход То есть Рипер 4 Геллона И Баньши Поэтому Те же Самые Спорки Они Наверное У Зергов И Тоже На уровне Рефлексов По таймингу Там Они Что Щелкают И Пора Строить Спорки Есть Обреди Ну Кто То Конечно Знает И поминутно Когда Надо Ставить Ну Кто Так Рефлектор Надел Там Практически Разницы Нет Ну То есть Гелеонщики Есть Значит Скорее Всего Будет И Банша Да И Спорки Сейчас Не Только Либератор Прилетает То есть Можно Переставить Спорку Раз На Вот Этой Карте В районе Димейн Был У Зерга Такое Место Есть Где Его Ставишь И Королевы Не Могут Войти Не Входя В Рейндж Атаки Как Бо Убить И Один Дальний Минерал Который Спорт Сгрызанный Она Его Напрягает Отводить Рабочих Да Они Туда Всегда Лезут Сами Умные Да Да И Как На Некоторых Картах На Многих Такие Места Есть Сейчас Ну Вроде Там Тоже В тестовом Патче Собираются Что-то Резать Я Слышал Край Мухой От Пацанов Чатика Может Быть Ошибка Может Нет Про Либераторов Вроде Не Было Тогда Тогда Ошибка Не Уверен Там Пока Только Обсуждают Что Адептов Обсуждают Что Реводжеры Дольше Моргаться Должны Там Такие Моменты Харасят Банши Почитать Там Все Это Есть Они На двоих Наубивали Уже Практически 10 Рабочих Если Там Конечно Все Скорее Все Только По Рабочим Они Работали Еще Парочку Подрезали Хорошо Тем Временем Не Только Они Харасят Но Еще Дают Инфу О Ну Тиран Выходит Танки Есть Био Увеличивается Количество Опять же Один Один Раньше Щиты Сейчас Будут Готовы Стимпак Скоро Будет Готов И Пять Бараков Уже Сейчас Заработает Плюс Два Реактора Пошло Кстати Армори Армори Без Серьезной Задержки Но Чуть Чуть Кажется Ну Да Секунд Двадцать Секунд Где-то Будет Растаивать Но Это Не Страшно В Принципе Главное Два Два Заказать Если Идеально Вообще Делать Вообще Жестко Получается Особенность В Лод Сейчас Тиранов Очень Минус Барыша Наверное В том Что Начальная Стадия Дольше Чем Ходз Всякие Гиллионы Вот Эти Там Есть Много И Такие Вещи И Быстрее Начинался Био Здесь Как-то Харас Идет Большие Гиллионы Риперы Там А Стимпак Он Позже Появляется Так Вот Такое Учение Учение По крайней Мере Складывается Может Кашля Я Не Прав Вот Так Ребят На Тинько В 500 Вижу Спасибо Большое Дроп На Мейн Не Все Успел Ну Точнее Не То Что Не Успел Как-то Криво Дропает Сейчас Странный Был Дроп Что-то Вниз Медеваки Скинули Вообще Не На Рампу Но В любом Случа Минато Готов Был И Роучи Были И Там И Тут Минус Две Королевы Правда Ну Да Под Харасил Тиранвик Полетал У Минато Роучи Реведжер Понимает Понимает Что Нужно То же Самое Что В прошлой Игре Делать У Нас Тиранвик И Вот Смотри Вторая Факта Пошла Это Чистая Подстройка Под Этим Останки Которые Сильно Решают То есть Роучи Они Вообще Убивают Полетели Дроп Туда Сюда Два 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 Делается У Минато Не Делается Пытается Сейчас Расшатать Привлечь Внимание На Четвертый И При этом Нанести Удар На Мейн А на Мейне Прирост Есть Рачей Но Несущественный Совсем С На Трех Часах Одновременно Тиран Вик В этом Плане У него АПМ 300 Весь ли он Полезный Не весь Не суть Но Он Очень Старается По крайней мере Мультитаск Контроль Такие моменты У него В игре У Зерга 200 Он идет В атаку Да 200 На 147 Между прочим Здесь Достаточно Много Танков Но Боюсь Что Здесь Два Медивака Все Эти танки Будут Тяжело Законтролить Часть Два Не Псид Да Не Разложенный Может быть Он Не Готов Хотя Видит Медивак Что Приближается Надо Сейчас Расплетиться Хорошо Занять Позицию И Наверное Био Тоже Как-то Аккуратнее 36 Секунд 2-2 Тоже Очень Важный Момент Сейчас На Медлить С Атакой Значит Будет 2-2 И Если Вообще Будет Атака Сейчас Будет 2-2 И Посмотри Было 146 А сейчас Уже 180 С чем-то То есть Уже Тут Атаковать Тоннель Не Стоит И Уже Тиран Вик Сам Хочет С 2-2 Выйти Хорошее Ощущение Ситуации Паш 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 Да И Начинается Дикий Замес Кастуется Фаер Вот На Роучи Наверное Вперед Подшагивать Не очень Но Танки Дэмэж Гигантский Наносят Био Прикрывает И Разваливает Тиран Вик Сама Связка Роучи Реведжера Она Как бы Очень Ходовая Судя Потому что Ее разные Игроки Используют Но Что-то В лобовой Атаке Раз за разом Она отдается Этой комбинации То есть Тут Это Это нормально Да Или Почем Да Ну Я говорил В Европе Вообще Это Как бы Такой Я не знаю Как назвать Основная Стратегия Бейтстримовая Прямо Вот такая То есть Все уже Отвыкли То есть Хотят Чего-то Нового Био Все Эти Бэйлинги Линги Достаточно Тяжелый Стиль Как бы То есть Это Кажется Что Аклик послал На самом-то Деле Бэйлингов Туда-сюда Развел Чтоб Мариков Тиран Еще Сплетит Грамотно Нападение Сейчас Хорошее Идет Извини Пожалуйста Нападение От Зерга Потому что Часть Танков Была Не раз Не в Сидже И они Сейчас Не прикрыты Умирают В значительном Да Минус Все танки По факту Все танки Сливается Тоже И Био Но По лимиту Тиран Вика Все Неплохо Тут Четвертый Он занимает Танк Возвращается Назад И тут Уже Мината Все Контр Паковать Не получится Сейчас 2-2 Скоро У Мината Будет У Тиран Вика 3-3 Еще Не будет Готова В это Время Там Планетарка На Четвертой Базе Если Сам Тиран Вик Не будет Ломиться То Зерга Вряд Лезет Прям Хочет Хочет Да Хочет Посмотрим Как Можно Может Быть Это Опасно Попадает Фаербол Постоянно По Медивакам Тиран Вик Конечно Еще В танке В карете Должно Хватать Нужно Приучить Себя Стараться Увозить И не Только Бил Здесь Контроль Ну И так Смотри Лимиты Уже Равные Медиваки Лечат Роуч Падает Мародеры Стоят Марики Вперед Выбегают Отдаются В принципе Выгодно Дерется Тиран Вик У него Четыре База У Зерга Четыре Четыре У Тиран Вик Даже Лучше Расскажи Вообще У него Рабочих Больше Да Это Неприятная Ситуация Для Зерга Как-то У Мината Видишь У Мината Как-то Получается Из-за Действия Тиран Вика Тоже Как-то Ну Зависает Он На Билде Своем И Даже Развития Нет Никакого После Лазер Ни Хайва Ни Ультра Лазер Не Получается И Перспектив У него Дальше Посмотри По Продакшену То есть Там Будет 3-3 Там Будет Вторая Грейт На Мех А Там Продолжают Делаться Роучи И Вот Это Мясо Которое Без Ну 3-3 Соответственно Хайва Нет Перспектив Очень Мало На Что Он Рассчитывает Чем Побеждать Дальше Не Совсем Понятно То есть Суть Роучи Реведжеры Должны Либо Убивать Либо Наносить Дэмэдж Чтобы Свищнуться Во что А Игра Идет Вровень То есть То что Делает Тиран Его Стандарт Он Просто Перспектив Не Получается Он Будет Поджимать Ко Будет 200 200 Вот Эти Био Особенности Грейды Лучше Оно Будет Разваливать Уже Грейды 3-3 Доделались Сейчас Подтанки Надо Отступить Дорога Криков Очень Очень Много Медивагов Даже И не Всегда Видно Куда Фаерболы Падают Но Тиран По Лимиту Было Видно Как Зеркало Разваливается Вот Любопытно Что Если Действительно Не удается Этой Связкой Нанести Какой-то Урон Или Продавить Хотя бы Какую-то Базу То Вот Изначально Две Игры Подряд Что Лиминат Нетипичная Видно Что Видимо Действительно Сейчас Как Игрил Не Особо Тренился Как Проехали Гелеона Рабочих Убили Еще Что-то Проехало Еще Очень Важно То есть Как У Троучи Гидра Очень Важно Чтобы Экономика Идеально Была То есть Она Чтобы Даже Там Ни Два Ни Три Ни Пять Рабочих Не Погибали А Вот Это Как Снежный Ком Будет Нарастать И Если Первая Атака Удается То Да У Длинатов Получается Как-то Не Очень Так И ПСК Тысячи Пикойных Спасибо На СК2 И Что-то СК2 И Братва Сегодня Прямо Активизировались Активизировались Да Спасибо Всем Так Блай уже Карты Пишут Судя по всему Да Уже Начеркали По очереди Говорит Даск Первая Будет Наконец-то Протас Я Ждал Этого Момента Всю Жизнь Да Стрэндж Давайте Поехали Интервью У нас Были Еще У нас Перерывов Много Было Надо Начинать Я присоединяюсь Только сейчас Захожу Так Заходи Я еще Никого Тут особо И не позвал Так Окей Блай Где у нас Стрэндж Я что-то Вижу На канале Ты видишь Стрэндж Я что-то Че-то Не вижу Пока Так А где Стрэндж Вообще Сейчас Друзья Посмотрю Револьвер Говорит Роучи Реводжеры Сильны Когда Зерга 170 Тирана 100 Минато Плохо Проводит Начало Игры Не успевает Отмасить Лимита Причем Он Это Говорил До того Как Собственно Ты То же Самое Сказал Вот А потом Потом Все Плохо Да Реводж Это Может Стрим Запилить Я думаю Что Многим Зергам Было Бы Полезнее Послушать Комментарии Профессионала Вот Тем более Что Доступ То В игры Есть Пожалуйста Нет Ограничений Известных Да Так Стрэндж В игре Ждем Стрэндж Сейчас Так У нас Что Так Я Ты Зерг Мэджик Смайла Надо Позвать Сейчас Смайла Позову Тяк 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 Кстати Ребят Помните Про Кипбет Про Расставочки Про То Что Все Там Присутствует Вот Вдвоем Комментирую Напоминать Вам Не буду Вы Все Знаете Сами На Все Туры На Все Игры Запилено Все Поэтому Если Кто То Делает Особенно На Ну Положи Здесь Ну Что Ж Блай Против Стрэнджа Очень Интересный Матч Всем Он Интересен Тем Что Блай Уже Не раз Проигрывал Стрэнджу На Наших Турнирах От ГГ Все Все Готовы Так Правила Сюда Надо Поставить Блай Пишет Поехали Тиран Вика Хэп Еще Поздравляем Им Уже Завтра Играть Сегодня Не Понадобится Кто Проиграл Тем Придется Сегодня Еще Сыграть Игру Кто Сегодня Уже Освободится Это Всегда Так Что Кто Раньше Кто Кто Позже Такая Жизнь Это Стрэндж Тренируется Явно Не на Этом Акаунте Что Толмазик Я Вижу Да Музыка Терновская Почему Играет Хотя Играет Протос И Зерк Странно Очень Странно Но Композиция Хорошая Рампы Судя по всему Застраивать Будет И Это Случайно Не Форж Стрэндж Вообще Через форжу Играет Скажи Порадуй Меня Пожалуйста Или Разочаруй Ну Вообще Стрэндж Всегда И Фотс Еще Он Любил Гейтовые Всякие Штучки То есть С одной Базы Как он Рассказывал У него Вообще Игры Были Веселые Просто Как Титан Наверное Да Приверженец Тоже Пилона Гейта Ну Титан Мешка Другого Стрэндж Вообще Сверхнадежно От контроля У него Билд Такой Он С одной Базой Не помню Что за Карта Уже Была Грелочка Просто Две Грелки С Мейна С плюс Один И потом Феникса Дотекание То есть И Одна База Против Трех Баззерга Он Играл Там Игра Была Около Сорока Минут И Он Выиграл Еще Ну Там Не Сорок Тридцать Там Такая Веселуха Была Жестная Кажется Стрэнджи В основном Все От контроля То есть Ну Вот В этот Раз Смотри Халяви Но Сейчас На Сейчас Сделать Непонятно Что Атак Мазеркор Там На Пилоны Оверчаржа Стоять Плюс Он Какой-то Дэмэдж Наносит Конечно На Некоторых Картах И Через Варжу Можно Играть Но Зерги Сейчас Сверх Агрессивные Иногда Уже Сейчас Многие Подстраиваются Инструменты Для Ранней Агрессии За Сантриами Как Стрэндж Верно Заметил Уже Не Посидишь Сантриами Не Посидишь Из-за Стационарной Обороны Не Посидишь Потому Что По 60 Дэмэджа А КД Очень Быстро Каста Идет Просто Встал И По КД Кидаешь Фатонки В Пилоны А Если Рядом Стоит Трем Зданием Может Сплэш Наноситься Даже Если Они В Линию Трем Пилоном Не Будет Но Если Они В Кучу Например Трем Треугольником Собачки Побежали Но Там Зил Тоже Хотя Он Кривовато Кажется Стоит Мимо Него А Нет Не Пробежать Нет Нет Здесь Нормально Зил Стоит Ну Блая Любимая Тема Чтобы Чтобы Блай Не Добавил 6-8 Собак Это Там Я не знаю Хоть Там Камеры Уже Летают Все равно Блай Собак Добавят Это Его Чисто Стиль И Твой Лайт Пошел Скорее Всего Это Будут Адептики Хотя Может Быть Почему Первого Сталкера Тогда Он Делал Если Это Адептики Вот Чтобы Овер Не Залетал Видимо То есть Трэнш Хочет Погонять Его Немножечко Хотя Тут Еще Да Тут Какой То Интересный Пуш Похоже Будет Либо Под Пуш Не Знаю Что Такое Потому Что Робо Еще Пошло Креативит Креативит Призма Да Не Это Почти Что Стандарт Такая Штука То есть Некоторые Просто Есть Там Плюс 7 Гитов С 8 Сегодня Кстати У тебя Одна Такая Игра Да Была Да Да Там Дир Или Не Помню Дел То есть Это Почти Улын Тяжело С нее Съехать Либо 4 Гита Под Пуш И Потом Переход Во Что Такое Блайз Залетает Он Твой Лайт Спалил Уже Неплохо Уже Неплохо Увидит Что Грей Делает Это Очень Важно Я думаю Глай Прекрасно Понимает Что Это Именно Адепт А как Собирается Подстраиваться Под Эту Тему Адептов Тоже Хороший Вопрос У Блая Этот Бил С Тремя Хатами Всегда Без Газов Замечал И Очень Тяжело С Адептами Что Му Улетают Всегда И Посмотреть Сколько Гейтл Строится Сейчас У Стрэнджер Ну Это Как Раз Улынчик Раз Он С Двух Бас Ты Всю Тему Мутишь Не Ну Такой Улынчик Теоретически Перетекать Может И В Развитие Если Ты Ромов Убивал Просто Много И Убить Не Смог Даже При Таком Раскладе Тяжело Будет Ну Пытается Блай Видимо Успеет Сделать Линго Роучи И того И другого С мувом Под выход По крайней мере По роуч Ворону Муву Но Успеет ли он Настроить Достаточное Количество Потому что Там уже Гейты Открываются Постепенно Призма Уже Есть Она летит В середине Карты С четырьмя Адептами А мувы У собак Нет То есть Будут Медленные Примедленные Псы А там Адепты Дикие Уже С грейдом Они там Да Такие адепты И королев Моментально Разваливают С собаками Там даже Ну вот Смотрим Полетели Он будет сплитить Их на две базы Слушай Судя по всему Нет И правильно Потому что То есть Они сейчас Ворвут И потом На другую Минус Ой Как они Разваливают Как они Что У Блая Происходит 17 дронов Просто Была нычка И нет нычки Вот все Секунду Поздний Спайр У Блая Еще одна Партия адептов И они сейчас Еще на одну базу Ой Сколько их Вообще А он решил Просто убить Кажется Смотри Да С двух сторон Решил подраться С трэндж Меняет Немножечко позицию Роуч падает Королевы падают 80 лимит на 57 И несмотря на то Что даже призма Потеряна И смотри В две стороны То есть Он и тут убивает И сейчас Минус две базы Будет Но я считаю Надо фиксить Это какая-то Имба Чертова Это не Труб Роговей пишет Давай Ты видишь Имба Это имба Но Может быть Но когда у тебя Ни линга Мува Нету Ничего Нету Конечно Сейчас очень тяжело С этими адептами Но Тираны больше Жалуются Даже в Корее Вот на это Все Так Руины Руины Сераса Следующая карта Создаем Я прям не ожидал Что Стрэндж Так Начнет Наверное Юникс Походу Действительно Что-то Знал 12500 Что-то Занес Похоже Кстати Когда Пришла Разведка И сразу Убедился Стрэндж В том Что Блай Ставит Первую хату На третьей базе То есть Что это Будет Блайвская тема С большим количеством Рабочих И со сверхпоздней Там скоростью И всем остальным Может быть Он уже в тот момент Понял Как будет играть Возможно Но тут даже Не в положении базы Дело В том Что наверное Стрэндж Просто в принципе Знает Играет Так Magic Zerg А Смайла Забываю Сейчас Сейчас доходит Сигнал до чатика Идут Шокеды Всякие Да Динамичная игра Закончилась Но у них Там бонус По био Там после грейда Там 45% Скорость атаки Повышается С двух ударов Дрона Получается Он убивает И Восьмером Они в 4 удара Этих 16 рабочих Убивают В 4 удара Всю базу И стоит Как зелот Да Только Плюс 25 газа Что-то в этом Есть такое Несправедливое У них И хп Как у зелка Насколько я понимаю Там с щитами Одинаково Более-менее У них С 80 70 По-моему Так как У зелков 60-80 Да Или как У зелков 150 150 100 хп 50 По лению Хп больше Но они пожирнее Как бы Все равно Адепты Кажется Они рейнджовые И вот Я думаю Что Наверное Вот эта Скорость Атаки Она больше Чем адреналин Лингом дает Точно больше Адреналин 25 вроде Адреналин 40 40 А там 45 Его Собираются Резать До 30 Вот Что слишком Жесткий Типа В первом Старике Вообще Адреналин Чуть ли не В два раза Увеличивал Кажется Скорость В первом В первом Там как-то Хитро То есть Вот эти Проценты Они Их нужно Высчитывать То есть Там как-то Мы считали Я помню Интересно Получалось Там 33 Процента В первом Старике Ну как-то Там по ДПС Тоже жестко Получается А выглядело В первом Старике Чуть ли Чуть ли не 200 А тоже Кому-то пытался Утверждать Что 200 Потом Посмотрели По ликвипедии По всему Оказалось Что 33 Вроде Что-то Там такое 30 33 Как-то так Адептов Кто убивает Лучше всего У Зерга То есть Если мы берем Хотя бы Юнитов Т1 Т2 Ну Бонусов Особого Нет Никого По нему Роучи Роучи Просто в лоб Они как бы Не могут Зраться С роучами Если их Много Действительно Роучи Реведжеры То есть Я видел Как лайф С реведжами Отбивался Потому что У них Ренж Есть Они Побыстрее Ходят Сразу Грейдов Не надо Делать Тут Спорный Момент Гидру Лингов Они Естественно С бонусом Там вообще Разваливают А то Что у гидры Там Ренж Если Грейд На него Будет Там На пару Тройку Плеток Они же Дальше Вроде Стреляют Получается Да Но Там Если Скорость Атаки Адептам Там Это Вообще Снимают Сразу Плюс Они Иллюзиями Могут Внутрь Гидры Врываться И От Роучи Там 4 6 Роучи Спереди А сзади Гидра Это Хорошо Не врывается Там Вообще Как Бывает Если Прод Ступит Но Опять Он Может Лизиями Туда Ворваться И Гидра Подставится Понятно Что По Игре По Игре У нас Третья Хата У Блап Шла Опять Тот Самый Билд Абсолютно Без Газа И Прекрасно Видит Так Ребят Всем Еще раз За поддержку Еще Один К Плюс Решил 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 Спасибо Большое Вот Ну Нет Никаких Оснований Полагать Что Стрэндж Не повторит Ту же Самую Спешную Стратегию И Сумречный Совет Он Также Строит В общем То Почему Бы Не Повторить Все Аналогично Пробка Убедилась Проверила Нет Газа Нет Тем более Лейера Три База У Противника Поехали Будем Убивать Странно Что Блайни Как-то Как-то Не Попытался Подстроиться Может Он Хочет Подстроиться Позже Если Успеет Конечно Хотя Б Наверное Может Роучи Без Т2 Хотя Б На Защиту А Блинк Смотри Сталкер С Блинком Будут Блинк Ну Тут Видимо Стрэндж Решил Стрэндж И Контроль У него Есть Он Очень Я бы Сказал С головой Играет То Это Обманка Сейчас Блай Видит Что Происходит А тут Совершенно Другое Единственное Что Очень Часто В Старкрафте Как Бывает Ты Делаешь Обманку И Потом Приходишь И Загол Уберешь И Кажется Я Сам Себя Обманул Человек Не Среагировал Да Не Среагировал Он Просто Что Делал То И Делал Заходит Блай Робо Спалил Еще Ну Тут Понятно Тут Очень Неплохо Может Прокатить Да Так Он Собирается Делать Кажется Он Не Будет Делать Муфлингом Который Как Раз Б Его Мог Весьма Неплохо Спасти А Будет Встречать Медленными Роучами Сталкеров С Блингом Это Сказка То Развод Стрейнджа Вроде Как Сработал Да Вот Но Вопрос В том Сейчас Еще Пока Я Крыма Побегает И В Третью Перед Тут Просто Карта Такая Обратим Внимание Вот В Это Сейчас Я Мигну Давай Подмигни Что-то Не Мигает А Что-то Не Мигает Короче Где Королева Рядом С Мэйн Стоит И Третья Которая Под Второй Находится Тут Такое Место Что Можно Прыгать И На Мэйн И На Вторую На Третью Тут Просто Такой Рельеф Интересный Что Просто Ужасно Можно Стало Фирме Заводить Плюс Если Хоть Реведжеры Сейчас И Есть Но Если С С Брать То Можно Филды Ставить Кинули В Те Файербол Филды И Сразу Обновил Тоже Можно Зайти На Мэйн Заблин Филдами Заблочить Рампу И Устроить Зарго Пригар Как Титан Сливки Устраивал Вспоминать Как Фрайер Нерчо Устраивал Много Много Раз Это Конечно Можно Всегда Особенно Когда Нерчо После Этого Пригорал Да А пригорал Всегда Приходит Стрэндж Блай Видит Сталкеров Понимает Понимает Да И туда Заблинкиваться Не очень Блай Все Прочитал Здесь Что Может Именно Так Стрэндж Сделать У Призме Файербол Пошли Стрэндж Повезло Что Четвертого Не было Так Надо На третью Сейчас Наверное Заходить Просто Пока Там Заходит Стрэндж На третью Мува Нет Ура Учим То есть Можно Сталкерами Поубивать Пока Парабам Близко Становится Агрессивный Блинк Наверх Дроны Уходят Здесь Королева Падает Дронов Вообще Ни одного Не погибло Учина Халяву Отдаются Те Которые Только Вышли С третьей Базы И Добычу Собственно На третьей Базе Тоже Нет Суплай Блок Откуда Там Там Темпосты Да Ты хотел Сказать Видимо Что Темпосты Через Призму Заходят Двое Из них А Нет Адепты Да И Третью Убивает Стрэндж При этом Хату Развел Блай Адепты Ничего Не сделали Но Третью Убил Тут Еще Реверджеров Подкусил Роуч И Парабам Одинаков И Обратим Внимание На Здание Которое Строится У Стрэнджа То есть Это Будет Ну А есть На Мэйне Спорочка Конечно Блай Есть Лэйр И Я думаю Что Тут Уже Прямо Убить Не Получится Но Может Если Обороны Не Будет Получится Поднарезать Немножко Гидролис Глен Еще Делается И Сейчас Блай В атаку Идет Правда Не Совсем Понятно Как А Ну Тут Опять Реведжеры Могут Пострелять По застройке Сталкеров Немножко Поджимают Но У них Есть Блинк Они Абсолютно Спокойно Так Хладнокровно Только Одного Сталкера Удается Подрезать Двух Правда Трех Не Доконтроливая Сейчас Трейндж Хотя У него Был Не Заметил В этим Реведжер Блай Идет Вперед Здесь Один Имор Пилонов Окружает Окружает Ой Стрэндж Недоконтроливает Дарков А это ключевой Момент Сейчас Дарки Эти Конечно Роучи Приходят Спорка Так В итоге Уничтожена Если бы Сейчас Стрэндж Убил Спорку Сразу Ну Там Оверсир На самом Деле Ну Да Там Оверсир Фикс Знает Что бы Было Вот Ну Как Обычно Просто Ты Кликаешь Спорку И Кликаешь Потом Допустим В Плеер И Можно Успеть Убить Ну Все равно Дэмэдж Стрэндж Нанес Припорабачим Какая ситуация Сейчас Это жесть Очень Очень Приятно Для Протаса Только Хочется На третью Выходить Потому Что 52 Роба На две Базы Это Как-то Слишком Жирно Выходит На третью Как раз На третью Но Третья Ближняя К цирку Конечно Тоже Но Она Неожиданная С другой Стороны Потому Собачка Ждет Совсем В другом Месте Базу Там Люра Еще С другой Стороны Здесь С этого Направления Зерк Атакуют И пилоны Стоят А если Третья Была В районе Шести Часов Тогда Можно Было В этом Проходе Разводить Еще Лучше А так Зерк Оббегать Дольше Справа Там Плюсы Есть В этом Что Самое Интересное Что Фаржи У Стрэнджа Нет Грейдов Но Блай Тоже Не любитель Этого Дела Последнее Время Замечал У него Экономика Не самая Лучшая Была То есть Процессу Хорошо Было Такое Закреплять Еще Плюс Два Вообще Зелененький Грейдик Делался Вообще Приятно Пытается Раскачать Блай Третью Базу Только Туда Перешли Первые Достаточно Количество Рабочих 16 Штук Призма Возвращается С Она Летала Да Там Адепты Какие-то Были Но Я Чуть Не Понял Что Они Там Сделали Вроде И По Лимиту Тут Почти Ровно С С С Рабочих Только Третью Блай Видно Что Никак Не Может Особо С С Третью Почувствую Можно Погулять Без Мазеркоры Конечно И Без Прирост А Прирост Здесь Призма Подлетает Странишь Понимает Что Нужно Давить Видимо Блай Сейчас Пока Он Не Раз Сжился Кстати Интересно Блай По Одному Криптумору Обрати Внимание Как В разные Стороны Часто Как Димага Так Еще Давно 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 Любил Делать Часто Наблюдать Скриптуморов Мало Но Практически По КД Влай Туда Вперед Посылает 9 Люркеров Сейчас Увидим 9 Люркеров Морфи Реведжера Стреляют А успеют Ли Люркеры Выйти А Успели Уже Есть Апсервер Если Стрэндж Туда Дальше Пошел Там Просто Развал Был Со стороны Люры По Стрэндж Полежит Сейчас Нет Уверсира Как Стрэндж Как Он Четко Вот Такие Моменты Видит Да Молодец Смотри Как Заходит И все Люркеры Должны Выкапываться Тут же Сталкеры Делают Агрессивный Блинк Подрезают Еще Пару Люркеров И все И Часть Пошла На третью Базу Асанэрмия Заходит На Натурал Четыре Люра От Блая Кондор Забегали На третью Делают Но Боюсь Это Его Не Спасет Уже Потому Что Дома Просто Нечем Отбиваться Вторая База Вообще Здесь Разгром Здесь Еще Пилон Есть Кстати Третью Может быть Блая И убьет Стрэндж Здесь Я не Уверен Адепт На Третью Блая Заходит Очень Вовремя Как Раз А Нет 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 Заметил 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 Блая Возвращает Но С другой Страны Хорошо Что Возвращает Значит Основная Армия Сможет Двигаться Дальше Возможно На Мейн Даже Подниматься Я думаю Что Пойдет На Мейн Стрэндж Здесь Еще Дарк Есть В армии То есть Нужно Уверсиров Обязательно Держать А сталкеров Много Будут Фокуситься Они Там Нет Производящих Зданий То есть Роуч Ворон Убили Гидралис Гдена Нет То есть Шпили Собаки Шпиль Достраивается Только Ресурсов У Глая Нет Обсервер От Фаербола Погиб Ничего Страшного Да Там Уже Нет Дарков Практически А Нет Вообще Дарков Надо Уводить Сталкеров Блинком Как он Блинкуется Классно Сталкерами Уворачиваясь От Выстрелов Ревильджа Третий Восстанавливает Четыре Люркеры Вернулись Типа Защищаться Но Толку Хотя Апса Нет Сталкерам Обсервер Разбил Блай Тут Ну тут Особо Уже Чем 30 Лимита На 109 И Стрэндж Просто Уверенно 2.0 Просто Уверенно 2.0 Причем Так С пониманием Игры С подстройкой Хорошо Ну да Единственное Что Конечно Ну ладно Это Я всегда Уже Начну Списать У меня Критикуют Шилд Игрейды Это Показатель Всему Без Грейдов Получилось 40 Дронов Минус Блай Еще Не сдается Тут Линк Уже Вообще Сгрыз В одно Жало Посмотри 800 Полей У Нексуса И Сейчас Еще Линги Помогут Помогут Сейчас Линги Ну а Толку Если На Миню Выворачивает Стрэндж Сейчас Был Момент Такой Интересный Ну Типа Как Марик В первом Старкрафте Коли Вот Эти Идут А ты Идешь Ну В направлении Мимо Них Заходит Стрэндж Стрэндж Здесь Все Было Очень Четко С двух Баз Первое Убил Второе Преимусть Получил То есть Как Экс Буба Говорил В первом Старкрафте Зачем 30 минут Играть Если Можно за 15 убить как бы это вот и если страта не удалось тогда макро поиграем одессе устроен же получается все замечательно у нас остался в винарах последний полуфинал любимец публики колте против зерга изи к сожалению поэзии вот так тот поэзии ты можешь сказать поэзии поэзии это из питера зерк они друзья с кулки насколько знаю знакома там вот по у него высокий апм ну и давно он уже так светится просто что-то не получалось жестко есть интервью снимать иран виком записи уже может смотреть а култимы сейчас позовем на интервью вот что круто повезло кстати пока 3 зерга из прошлых полуфиналов уже отлетели в лузера удастся ли колте скинуть последнего нет отличный повод будет пованить на баланс так зову когда он играет я не знаю он фига укус идут опасные такие мужчины на картинках скайпе сейчас заценил аля привет денис да привет всем вот ну представляйся я-то знаю как тебя зовут вкусы давно да я думаю все знают за и меня зовут денис марков играя под ником пути только два вопроса ну интервью долгим не будет как ты понимаешь можешь смотрел до этого с игроками послушано расскажи немножечко про себя что нибудь я насколько знают и в питер переехал там из другого города про эти парада я там из провинции провинции жил сейчас живу питере учусь в университете больше бруевича вот второй курс мне 19 лет я не знаю что чё рассказать ну вроде все а откуда переехал на город ухта на так никто не знает наверно это север да да там северка республика коми прикольно холодно ну да ну как учеба у тебя идет чуть не очень 100 да нет а чё бы так нормально как бы у меня там долгов куча все типичный студент в общем не знаю как бы совмещать очень тяжело но возможно вот я стану хорошо что у нас своими играми радовались конечно вот расскажи что ты про лота думаешь как и все игроки вообще я не знаю но я послушаю интервью все говорят что лот в класс ну там суперский так далее мне вообще не нравится на самом деле я не сделали такую игру то что процент но не знаю вот он как бы хоть и было но там были вот эти стратегии сиденьем и им а юг это в основном они и тиши были тоже поздно цена сейчас так что он и тиши все свой царь к пенсиону то есть то есть это вот сетям библиотеки а сейчас и тернает на рейтинге спектакль зерго с учениками мы тоже это субъект началом махи с м м не нравится ну может быть со временем в них просто еще как по мне лично баланс в игре сейчас вообще не пропущен но кто к по-твоему как как баланс сейчас выглядит по-твоему я думаю что вот кто-то говорил что дать тасса убивает тиранов тиран убивает зергов а зерге тос вот примерно такой какие дела но какие у тебя планы вообще как будешь ли тренироваться в турнирах участвовать вообще что поэтому ну вот сейчас будет dreamhack январе в германии в липциге поэтому собираемся ехать я титан и вердос вот ну сейчас будем готовиться к нему а там после dreamhack уже посмотрим там топ-16 призовые будут там уже 1000 долларов собственно я думаю в топ-16 войти надо ну в принципе да как бы нужно топ-1 то сразу не планировать брать оттока ну да ну все равно то есть сыну вам готовится на на что там виза все дела как быть она в этом плане тогда как бы мне повезло с командой и сейчас вердос вот там вступил в этот тест то что там и все оплачивается и организация сама вот как бы с этим проблем общения с визами и так далее то есть ванца шорт присутствует у вас фуан саппорда и то есть как бы визу получить не проблема но это кстати в современных то условиях что курс это это очень круто я тебе скажу то есть надо вам тренироваться потому что есть и поездить шанс ну и показать уровень конечно же к его свой ну да вот ну тогда ладно немножечко такого что у нас надеюсь не будет сегодня там я надеюсь что будет я начал опять ну а на меня все ничего не будет не тот с эти братаны в одном универе учимся какой-то мне договорились случайно там 322 все дела что-то коэффициенты там такие слабенькие раны ясно не стоит на так ближе к там к финалу да 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 конечно грамотно грамотно в первых раундах я думаю ничего не будет потому что а следующий strange был бы блайл я не знаю сглайм то может что игру и три nexus а под ним мог бы бахнуть но ясно но всегда нравилось как ты играл в принципе стиль на красиво надеюсь что будешь тренироваться как бы и дальше а тоже есть из универа что не вылетишь при этом да да не универ нужен конечно надо сейчас такие все универа эти шараги можно учить нормально можно не учиться точнее и оставаться универе сакова но нужно и учиться не нужно нужно и учиться да вот ну понял тебя понял тогда я не знаю традиционно что думаешь что-то в снг должно как бы про из команд больше планы турниры какие я вот послушал интервью тоже но с предыдущими игроками вот это вот ситуация в снг ее уже ничего не исправит на самом деле вот спасибо ребятам которые организуют турниры на гудгейме на вкладывают свои деньги но просто не знаю менталитет страны друг не знаю даже вот как это описать потому что в европе такой проблемы нет вот ну кидла проблемы наверно ски не в металли сети иначе не было пандроидов например или дедмонов которые уничтожали европу по крайней мере точно ну я не знаю что было раньше как бы но сейчас точно не так как было и я думаю это уже очень тяжело исправить в плане старкрафта это я говорю на плане дот там все хорошо что нужно исправлять то то есть чтобы желания нет или я не знаю тут то есть как бы я тут я говорю это уже через брать это вот жанр игры ртс он тяжелый для для поколения нового им же легче жив дот играть карточки проскладывать и ну это интереснее же наблюдать за тема что ты сам можешь играть и в чем ты шаришь это естественно фон а в старка че ты смотришь игру на конь зависть вот игру там пацан как контролит он же ничего этого не понимает в чем вот именно суть вот этой игры не пока не попробует он не поймет но почему-то в 19 лет продолжаешь играть строков да а я потому что моя первая игра это чем я в warcraft 3 играл да да я помню вот и я что-то как-то смотрел раз но в цг штаб но в цг самый крупный турнир в ответ и там сказали все warcraft это последняя и не я смутнул все стримеры на гудгейме переключились на мне очень понравилось но мне больше это же нравится где можно так сказать ну показать что ты крутой вот это микро все это те что они же ты не покажешь какую-то там классно ну да это все-таки немножечко другое я понял твою мысль то есть нужно нужно почувствовать немножечко хотя бы самому запотеть и даже к про и тебе нравится когда вот это все то есть это да тут надо понимать кайф словишь вот именно от этого когда в том же хоть и когда выиграл корейцах на этих турнирах там эскиз поэтому гидру и так далее даже такой кайф когда-то там вытаскиваешь под мукатку против корейцы вообще не передаваем ощущение да согласен вот ну что пора начинать на и она easy карты пишет спасибо дайте не а у меня еще один вопрос сегодня только на 4 играется да и два матча лузеров первый тур он тоже нас если ты побеждаешь что ты свободен как бы на сегодня вот хорошо так что он теперь удачи спасибо за интервью будем смотреть спасибо счастлива все ребят это так это косящую это был култи и денис но такой смотрю но адекватный абсолютно адекватный да ну я с да не с култи общался мы вижу такой на чем-то меня напомнила такой раздолбачек судя по разговору но сейчас все равно по-другому желудка ладно не буду рассказывать о том скажет вообще меня в тюрьму посадить надо мне кстати показалось что култи уже как бы знает что он выиграет и если только полуфинала играются то есть он уже несмотря на не очень коэффициенты может быть все таки что-то ладно не буду эта тема больная ревчик 322 точнее нет не 322 ревчик дробь 15 как бы а дробь 15 это что 322 то это понятно соло у нас выяснилось что ревчик то тут тоже у нас с чем-то занимается таким я бы не знаю как там прям по доказухе полное но было было револьвер напиши в чате как было вот вот как пацан просто скажи как как там чё да так кого нам култи нужны зимнику течь а вот култи вижу сервис первая карта написали тоже ты тоже прыгай я вижу даже там так как это вот сейчас я сделаю тут один на один чуток а вот опять забываю как я понял так култи и здесь артур зеркаться с зергом я ты magic 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 подзаянная задержка нами смотрит интервью может быть гоя это был култи манерный парень вот ну в смысле он сказал что это за манерный парень был на стриме култи култи помню отлично они там варкрафт играли два на два против подокса незабываемая конечно каточка было а кто вспомнит тут там там вроде они там верду вас болта вердос когда миша вырежет все так поехали с богом хорошо сейчас посмотрим еще раз аналогичный матчап и узнаем узнаем кто же пойдет дальше а кто но у меня любопытно зерга удастся выиграть тогда просто четыре зерга в лузера падают промжи туре это не может быть совпадением ох револьвер сейчас напрашивается в моем чате ох напрашивается там прочитаю в моем чатике и решили его судьбу я буду можешь срок просто назвать да не надо все в пределах как бы без оскорблений самое главное сегодня там тоже еще обстоятельства вспоминал не ну ревчик делай выводы делай выводы тут как бы ну сам понимаешь сейвер хоть и стал блатным парнем но в тюрьме то посидел корей или до тех пор он там так что тут еще с рук вам все сходит револьвер кстати не ответил на прямой вопрос ну ладно глхф братишка глхф братан тут отвечать нельзя может там уже омон стоит за дверью когда ждет когда жрева на стриме ответят шутки все ладно давайте смотреть культи против изи у нас бьется весело весело хороший турнир получается добрый очень добрый теплый такой ну да может быть там завтра не знаю как то есть есть видео интервью с тиран викам с изи я думаю что чё нам раз всех зовем может как бы сегодня то уже не боем а завтра может и позовем их там почему бы и не туда тем более получается только с ними не общались в в эфире именно ну да ну с лейзером по-польски я как научусь вызовем пятнадцатая хата газ пул здесь выход после гита газа на эксус в лотве насколько я понимаю экспант это как практически дефолт учитывая особенно на картах не маленьких не дуэльных так или иначе все сводится к быстрому экспанду либо к сверх халявному там пятнадцатому шестнадцатому либо тут через гейт такой для такой карты я бы сказал далеко не самый халявный был потому что карта где зерк и три базы может легко пилить тем изи тем более это изи же как бы вообще все должно получаться а пм офигеть цена их апм а просто средний сейчас не напрягается а про это или про что там 8080 было когда включил не сейчас просто 355 изи 358 у кулки среди все а вообще одинаковые почти но видно что настолько братаны что апм даже одинаковые питерские апм теперь уже это гайдобер всем привет ребят кто недавно пришел у меня на канале у миши и на других каналах может везде кто-то сидит всех четырех успевает смотреть мэджика из эрго во всех чатах есть что почитать мне например скинули скрин игры в кулки против стефана там было ну да вот такие как бы такие ошибки когда делаешь потом ну это долго будет все то есть нужно хотя бы не знаю под бар кодом что ли отрываться до не надо так делать для у самого меня бывало пригора ванш тоже ну да не не может быть то что на бывало 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 до чаще бывает чем не бывает а вот тут интересный опеник смотри у получи через быстрого феникса и ада да и здесь бегает рядом проход нюшка не контрну это минус овер и феникса адепты тоже сейчас очень часто наблюдаются ну тут примут очень старгить такой обычно как обычно как бы два старгита добавляется и феникса уже строится там двух старгитов лучше ранее очень старгит минус овер один будет 2 скоро погибнет вот только сейчас понял что у фениксов ну раньше я фанатом вообще было вполне возможно вот в лотве тоже буду фениксов учитывая специфику чаще всего потом зелками там со скоростью с антрями прикрывали там комбинировали адепты в этом плане еще более универсальный потому что они же игру код и гидру код сует неплохо то есть в чистую такую контру только караптером выходить это понятное дело дорого по газу и долго по по технологиям согласен плюс неожиданное можно делать такие действия типа прилетают иллюзии фениксы неожиданно врываются в одном месте когда мобильность очень высокая получается плюс от за счет фениксов ты постоянно знаешь где как какая дыра в обороне может быть у противника да тем временем минус три овера уже хорошо да уже на двух фениксов накопил по минераль по минеральчиком играет главное он делает акцент еще на них делать great на атаку именно воздуху и любопытно да ну изи коробка и куизи что-то прям у него коры пять уже есть еще строится до сих пор решил королев побольше добавить он ручи мне кажется с трех баз будет алынец и гидроден то есть типа здесь королевы ручи гидра что-то подобное нужно крипто быстрее вперед распространены они dus не вариант просто взять и появится а хотя как если оверов нет что я несу вижен это не будет ой сереж ты тут да 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 все я уж испугался что-то валиться могло что-то прикольно на такую причем королевами именно того феникса который поднял к вину для того чтобы нельзя было за контроль и тем временем адепты хулиганят на третьей базе подрезают уже полдюжины рабов перебегают а может статьи не у да ой хорошо ли вот к фениксом еще приходит а тут вообще королева даже не стоит да но они бегают за фениксами поэтому как бы у них есть задача другая вот постоянная иллюзия то есть опять час на мэйн пошли сейчас на мэйде в итоге окажется несколько адептов сколько четыре всей окажутся здесь один ручь ездить и подконтролил конечно пока по лимиту плюсе 11 рабов уже почерено экономика конечно слабовато и при этом прото спокойно на третью базу уходит потому что никакой контратаки зерк даже и по мысли сейчас не может пока не избавился от угрозы да да гидро дэн то есть но не гидры ничего не присутствует сейчас у него кажется вот он с газом пытается проблему решить ставят сразу еще дополнительный парочку три газилки он ставит феникса продолжают нарезать все это я понял страту буду арбузить ее ну халява просто просто халява какая-то там люра насколько я понимаю да и орден пошел да ну тут нужно конечно зеркал контроль еще чтобы не слишком кэш экономику потерять что если люра это хорошо но если его не будет больше чем протоса суд конечно люрой нужно атаковать придется третий них здесь близко он достаточно находится раньше у него большой можно окопаться а садить стоять и чтобы она там стреляла ниже 9 рэнжа фактически как бы остальную армию прикрывать тут феникса вообще уничтожает посмотри там сейчас supply блок будет они уже три квины и подрезали вот только что и ну и глянуть на потери то серьезно только только адептов потерял вот этих 6 начале кулцы остальные феникса все же у даже ни одного не погибло их уже сколько их уже 12 штук еще один строить ну да зелкам great на скорость great на атаку это возможно хотя бы наверное против гидры он пытается сделать зелков таким образом минералы которые образуются до остаются после строительства такого большого фениксов он вкладывает в потомки щедро причем так на четвертую базу да им пофиг на эту спорку они залетают убивают такая масса фениксов и уже плевать на какую-то там одну несчастную спорку они просто залетают и убивают все что увидят вообще что могут убить потери еще больше становится один феникс побил внутри 300 на 1200 сейчас потери чуть ли не три раза больше потерял асада за еще если и не попытался выйти не до самое интересное прото спокойно развивается не теряя при этом он не теряет рабов он ставит четвертую нычку все у него прекрасно и посмотри набил здесь три уже феникса за 1 300 гейта у пулки он сейчас решил гидру по гидру просто убьет это грязь тут без микоза уже никак или не за или каратор в каратор виде маконте очень хорошо стелите знает я не знаю в чем дело всю леру еще забрал да он одними фениксами сбивает это очень жестко такой ситуации даже не хочется дозаказывать эти 12 несчастных гидра леска потому что фениксов то осталось народу еще станет больше то есть им-то справиться с ну когда крит массы гидры нет когда там микоза еще нет и вторая уже атака на вот знаете зря вот пулки что-то говорит что там ход сход с его как по мне его стиль так под лотов больше подходит гораздо то есть он любит масс рабочих он любит такой продакшен а вот именно вот и здесь как-то это больше решает как по мне ну не знаю уже две спорки делает нам и нет фениксом я все равно пофиг они залетают тоже больше стало уже намного 16 ступ уже и рейндж тогда нужно им белить уже тоже феникс и феникс мы же по земле чем-то тоже добивать но здесь сил ки с чаржем уже 10 мортала строится может быть имеет смысл там блин да заказать адептика вот эти тоже вот и брати внимание твой лайт бустится но ничего не делается не туса то есть очень и очень важно в лотве правильно бусты часто замечаешь у зерги как бы пока ну не шарят как именно жестко эти будут билды раскидать бусты про то сюда про сделал этот ноги и забыл просто его оттуда убрать ну да да вот поэтому то есть ключевое издание вот фаржа не будет сыграть фаржа вообще она должна буститься если там что-то делается все время да это одно из ультимативных просто преимуществ тосов по сравнению с другими расами что при желании ты можешь городе получить какие тебе нужно раньше чем у противника заведомо да да это очень важный момент продакшн-тап поражает смотри зерка задача на строительством дронов в то время как у протаса куда ни глянь все хорошо там 6 гейтов грейды делаются dark shrine темпосты микоза молит что прошу прощения переводить просто жесть микозе феникс и просто тут хорошо последний микоз изи затянул с крема зря затянул с последним микозом если он попал то там вообще понижение осталось по моему и кстати обратите внимание боевого лимита и лимита принципе у изи стало больше да и он кажется сейчас по планирует либо поймать но недоконтроливаю час култи сейчас и култи проиграет то это будет вообще вообще фениксов сдает наверно хочет уже чистый лимит другого плана делать отдал отдал да но это тоже в стиле кул часто замечал что култи такие вещи происходят его ну может уверен что уже победил я не знаю откуда уверенность у него лимита меньше реально технология значительно лучше там грейды лучшим согласен три файма три фаши култи пошло это вообще уже интерес жир уже ну да это слишком жир и тут уж точно то она все бусить нулю рута пока особо нечем отбивать окуна и она заходить хотя а клик да с двумя атаками просто идёт сплит такой сделал небольшой нету оверсир а оверсир очень важен сейчас чем спе об сервера покуснул и все люра тогда будет решать очень жестко изи в итоге об сервер покуснул только люра визе все кончилось практически но лимит по-прежнему зерга неплохой плохой но посмотри на грейды и а там роучи же это весь лимит роучи который 0-1 а также 3 атака будет только роучи грейдов больше не делается свечи нет а мы не не газ в общем-то не добыча ну тут заброшенная база экономический кредит прям как детройт какой-то все больше не строится там зерги они очень они раз разменули сейчас кажется то есть зерк проверяет там пятую базу за будет заходить на 4 потом фотонок дофига и пилоны есть протас там выходил по центру в этот раз без ли урэйзи заходит во первых тут конечно он убьет раз где кулки у кулки имморталы есть там дарки и дарки и дарки смотри нарезают на решает вот конечно нужен оверсир давайте грейдов руме у зерга нету даже мува на овера плюс он не может физически взять собой версера он будет медленно летать нужен такой который успевал бы долетать вообще из любых позиции практически а темпосты вроде строится он их не палит просто или что нет чему один летает уже он 1 роучи даже убил а вот в армии медленно строится видимо просто для надо просто ну один там старгей пустятся остальные не бустятся форжи 2 бустятся у кулки сейчас 3 атака будет 2 армор вторые поля заказ гроиды просто жесточайшие так приходит изи здесь дарки есть нужно не знаю вархонов их сливать или нет очень мышка затянул кулки было колоссальный конечно преимущество и контроль великолепный по карте и поди по действиям противника сейчас они уже ну не то чтобы на равных но у зерга реально появляются какие-то шансы хотя смотрю как роучи разваливаются от шаров и имморталов это просто грязь и темпосты еще сзади которых ну вообще нечем убивать вынуждены строить изи шпиль но тут тут такое количество шаров попытка контур забегания но тут зелков с такими грейдами по-моему достаточно будет и идет убивать 113 на 0 1 и темпе стакалте дэмэдж маленький ну да конечно убить они будут всегда стрелять просто там висеть и уже и брудов не выйти с нас планеты там ни во что не уйти пытается изи отконтролить на разделить на пару частей армию но но вряд ли он здесь отобьется вообще это гага 160 на 100 здесь тоже ничего не сделали с забеганием свои морфоны все разрывают усиливаются гг пишут видео следующая игра фениксы отличный юнит отличный просто и и рэвэджер их с не контрят никаким макаром там хрен попадешь по ним орбитальная вера следующая карта выдаем захожу да заходи миш так сейчас из канала всех заму кого надо тем временем у медисона 6 200 на стриме по хардстоуну мы тут пытаемся на 4 каналах а вот она популярность хардстоун а тут может и не в хардстоуне дело конечно нет не только конечно хардстоуне делом себя как понял там такая публика шерстная и та которая starcraft не не в курит так некоторые из них так как типа дичи и жизнь еще раз все хотя может я не прав но что-то у тебя бот три сообщения подряд выдал страну а он иногда в берсицы бывает да там дикий у контроля что-то у него бывает иногда такое происходит не знаю так у нас тоже суммарно народ немало на самом деле получается так все таки фениксов он не специально там отдавал в центре у него и лимита хватало на будущее они ему безусловно пригодились и после ту же самую леру поднимать фениксы же могут закопанных юнитов если обсе и замыть все без правила добрый варвар скорее всего завтра не будет ни ладера не фуфа завтра дай бог на дивинити время выделим учитывая то что турнир по строке авто завтра начнется раньше в 16 или 17 сказал 16 16 то вряд ли завтра будет что-то кроме гг года так сейчас логотипчик запилю куда-нибудь с ггг года таким пока уберу я думаю что и так вы знаете без логотипа кибета что ставочки есть кто хочет ставьте кнопочкой моей пользуйтесь все матчи там присутствуют поехали так нужно выбрать здесь чтобы а вот отлично как раз подгоню я не иду с кивинами бы норм зашел братан кстати об этом с тобой вроде упомянули прошлой игре ну да возможно возможно опа что-то пошло не так что по случаю что поговорим что ли сейчас и ребят нормально все да не почему google можно посидим пообщаемся она бота провоцирует ну да вот нервный у нас до ночи начинает это гвда его бывают там начинают приветствуйте их там писать вот он срывается иногда заикаться начинает знаешь такими как выйдут не только что заикаться начнешь прям ребят ладно шучу всем спасибо за внимание за поддержку за все 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 быстрые nexus халявные полтим так нет ребят это дни последний матч на сегодня еще два два матча лодирует увлекательные zvz судя по всему так хочу у нас получи да у нас получается у нас бай минато и его лейзер минато было и просто зерга всех минус 0 бывает хэппи тиран вик у нас полуфинал завтра будет венерах один стрэндж победителем култс изи возможно pvp тоже кстати вот может тоже будет зеркалки но тут сетка реально по правилам составлялась мы там никого не сели никого не под кого не встраивали то есть кто к квалификации прошел кто первое место квалификации попадает там на третье четвертое обязательно кто второе тоже туда ну так с первым с первых отборов на вторые соответственно вот так вот делали просто кибернет щекотку все опять через гейтнексу ставят здесь у нас а здесь через пулгаз было ему пошел странно что именно на этой карте почему потому что ведь здесь же в кармане нычка дамы и что дислингами контролить сейчас может быть это фейк может типа показываю что мне якобы три хаты но раз он здесь хату поставил значит логика и слушай может быть миш но если мы сейчас ближайшее время чем не увидим увидим нету не увидим evolution и возможно вот этот овер который в районе страх справа летит может превратиться овера который дробь может быть это перед ропы линками сейчас у нас эти отошли немножко от этих тем а поначалу то лотва вообще ну постоянно постоянно это все делалось третью хату ставит и зим но до сих пор непонятно зачем ему тогда 3 в таком опасном месте против протаса и и же далеко не так удобно защищать получается так а собаки грызут между тем зилот на этот только со стороны смотрит ждет сталкера на полном сталкер успеет конечно выйти козелок спустится сразу овер только что спалил сумречный совет на натуралем культик с эти культи мог не видеть овера но он сейчас увидит его ну не знаю видел ли культи что овер заметил твой так еще до прошу прощения счет проставил 1-0 кулси ведет так а что это отменилось бро заказано отменилось и зилки да да лынчик скорее всего да будет а до этого что твои лати же делалось что то уже другое по моему я не заметил если честно я тоже я не заметил но мне показалось хотя может и действительно показалось нет если он делал роботикс то вполне возможно там делалось что-то либо блинк либо на адепта залетает и такое поливо видит все прекрасно так роба заново заказано я не знаю чаш конечно это очень интересно все между прочим сейчас чаш 8 еще демоджи наносит при атаке не просто как вот прыгает зилок такого не было раньше круто не знал просто как-то в бейте было что зилок там вообще как 16 как с удара наносил но это имбовый тема оказалось там фактически 32 получалось здесь 16 16 ну сейчас easy got но увидел что будет all-in видел он эти 7 но 8 даже гейтов получается видел роботикс и как почему это рачами реально не принять он и принимает вроде это рачами нужно принимать но что култи будет непонятно он тут нет уставит это фейковый наверно нет если как если это не фейковый то тогда не будет пуша в роз сделками сейчас чаш спалился хотя и зиму и заметить линга он этого вроде не контролил в этот момент он спалил третью базу как бы но при этом еще култи собирается видимо все таки а может быть это развод реально просто призма туда зилки сюда может быть халяву но если сейчас просто сделать зерк все сделает грамотно почти без потерь отобьется ручами раскатит на крипе зилков и в контратаке ручи вержами может просто убить а для этого ему нужно только что будет сделать просто лэйр заказать чтобы у версиры были чтоб некие дарки не удивили его и все окей тогда так здесь зилки заходят вилки заходят призмы то есть собирается прямо на ручи сюда похоже кстати ручи то без могут это очень опасный момент такой заходят разделки ручими как оттупливать немножко это да тут как-то без будто о том что могут а нет я не подумал тут и может и не раскатить изи будет сэнтрю фокуснул сэнтряп могла сейчас фил хорошего поставить против ручи сейчас руч еще дополнительные ручи десяток придут если эти поддержатся некоторые хотя там довар будет другой стороны и рабочие уже померли 12 штук рабочих выходит прям под зилку а сэнтри ой слушай тут можно вообще закрыть забрать и закрыть нет шикарно шикарно фил все это минус 2 базы это култи не ну сейчас можно реводжера заморфить за девять секунд и просто стрел до убивать как бы почему это изи не делает я не знаю дровчик рио турале кстати смотри с четырех рачей они начинают там под подгаживая ручи тоже начинают выбивать рабочих вообще не заметила дропчик спасибо миш не видел что дробилось но здесь проблемы большие но кстати делки все-таки кончаются но не без потерь там часть королев убили роучи они в итоге и здесь дерутся слышу везде звуки их энергетических но сейчас зря начал до варпывать сэнтри уже под конец уже странно что он впустил рачей которые были снизу при живых сэнтри ах то есть вроде как как что там филд криво поставил и роучи просочились потом еще не получилось по кд площадь без обратим внимание 12 фонов потерял здесь 14-15 уже раучина убивали здесь здесь очень плохо все сделал призма на третью прилетает вас сейчас это ошибка ужасная от иди у него есть газ ему нужно просто четыре реводжера здесь призма разложилась и все чуть кулки не за контролем сразу минус призма тем более секрет даже не 43 достаточно уже уже одного там такая призма но все еще летает все еще харасси и нам и не от отбился от ручки что у него бустится ну бустится гибки руба нужно сейчас бы не ксуса под буси чтобы установить армане конечно до потери по рабочим него были серьезные сейчас по рабочим будет суку за 38 33 и 3 база пожалуйста развивайся а там по технологиям проблемы там лэйра нет там там и рабочих не строят и здесь сейчас то есть у него а у него и у него королевы то все пойти у него инъекции было мало сейчас плюс там имморталы против роучи голов практически идет сейчас кажется добьет придет и добьет протаса хоть и столько же но но там совсем армия хотя у треведжера пошли четыре штучки может как-то спасут ситуацию посмотрим конечно дроп роучи еще разочкой роучи с мум оверов это все и делает аккуратненько так но он ждет видимо подходящего момента выхода судя по всему ждет култишного сейчас он засветится на веру на оверлорде это скорее всего послужит поводом для дропа очередного отличный момент до полетел оверлорд и начнет подрезать снова рабов никакой защиты нет тут но ожидается подвар 2 узелков 3 на которое время выиграют и 0-0 против роучих 0-0 но иди просто не хочет роучи терять ему очень важен дпс тех роучи чтобы точно другого пробок укусить так здесь два иммортала зилков очень много у култи такой ой один иммортал заплутал здесь его на крипе на крипе сразу уничтожают ну треведжеры против зилков чаржем ну они слабенькие против зилков чаржем пилды хорошие пошли от култи уворачивается от фаер булов и еще разваливает до лимита уже на двадцатку больше домой не вернуться ггвм 4 зерга в лузерах ну это совпадение это четыре зерга лузерах так что будем сейчас за воздушку смотреть да ну мне это конечно мало пользы принесет но с другой стороны на кому принесет первое у нас завозишь к что у нас там за заложишь к блай против кажется так как лазером или как там товарищи зовут а дайлы и лазер минает и лазер мината applies easy там перекрест идет я не пойду как за этом а ну не они перекрест нет наоборот как у нас ну все верно так я пока лузерскую сетку до мината и лазер и блай против изи два матча последний на сегодня завтра будет больше ну или столько же серий просто там будут не только бо 3 но и две серии бо 5 и суперфинал бо 7 завтра полуфиналы happy против тиран вик твт и strange против култы култы култи пвп так видел там спасибо никнеймы конечно и сказал спасибо за пикой но не буду озвучить хорошо что на эскаду а тв есть стримы по строкрафту это вот прям от души конечно конечно обязательно должно быть как же без этого что-то паша там писал про интервью но сегодня интервью не будем больше брать завтра я думаю стиран викам пообщаемся связи есть правда если изи сегодня вылетит только за ну ладно я думаю что он я думаю даже если вылетит не будет он там плакать до завтра как бы тоже с ним мы пообщаемся если штука прогнозы какие не скажет свои сейчас почему-то черкает блай против изи или или кто или лазер мината уже по ходу и лазер лады рога да там падали лазер лады роград позже казалось будем затем задерживать ну да ему пока напишет у понимает же что завоза быстро пройдет и скорее всего а тем более было из изи здесь камни лай всегда пораньше хочет отыграть и уже стандарт человече спрашивать стоп что уже все нет еще две серии 2 завоза там следующий вопрос аффа нет сегодня не будет ничего кроме завтра будет еще будут еще матчи начала в 16 0 приходите не пропустите так завтра а ну даже надо точно завтра gsl я думал покатать может предложить ну да завтра там gsl вот кстати кстати забыл совсем есть предложение воскресенье сыграть фуфан я значит только но вечерком во сколько во сколько ну где-то в 7 все понял ты про он он я я не хочу позорить тебя пока мне бы еще недельку поэтому просто я с тобой зерк с кем-нибудь то есть там фановая такая тема там как бы архон мод два на два и один на один такой типу то есть ты можешь за меня контролить если что в архон моде просто там единственно там 1300 первая половина дня ориентировочно план то есть ты занят нет я брал париться сожалению понял но тогда что не знаю проще там разберусь сам отпишу не знаю ребят я зрителям гри чё там будет по этому поводу так все надо создавать так за зеблая сумеречной башни первая карта поехали троник спешит помощь ну вот ответить не и зачем теперь уже сваркасты ну посмотрим посмотрим что будет дальше с этим юнитом и интересным интересным чем тем что какой-то момент он похоронил немножечко starcraft зрелищность как ну хотя коза кому как не знаю но какие-то моменты прям ходьте приуныло все так лая наверх easy easy нужно звать или зову зерга зову кто у нас есть magic есть умы и все отлично а рево решил профессионально подойти понял что там завоза походу да старта решили что решил ворваться да ну я не знаю с чем-то сидит причем наверно да стрим стартанул а может просто смотрит козы они от начал начал воду я вижу на главные страницы так что если вам нужна аналитика профессионального зерга без без иронии пожалуйста он револьвер то есть так поехали все завоза начинается зерк вышел из сети и как я понял зерк в лентак лавы за за подписал бы пути не знаю я все завоза не очень писал саду не мы не против принципе все да так и было и как говорено сначала что кто хочет постримить как бы я и алексу предлагал стриме он просто занят там не знаю не захотел так в принципе все кто старкрафта все довольны причастны на были с ними это конечно хорошо когда нет ограничений ну да ну на крупных турнирах под нереально желающих много в лобе там другие решения есть можно клинфит так называемый отдавать как это на вцг делала но это все-таки уже немножко не то что на меня например смотрят любят а за то что я сам показывал это все это дело ну даже из официально даже клинфит хорошо просто старкрафт не к сожалению таких типов как дота тиви где-то там можно просто заходишь и вперед и апси да без ампор не сделали я где-то в хардстоуне можно уже в овервочи изначально можно даже в бетке было зайти в любой матче посмотреть его а в строковте почему-то причем еще в бете говорили о такой возможности типа вот да 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 это просто решила бы проблему рестримом всех может там ездил какой-нибудь и шмашни то есть но пусть официальный стрим будет там язык ну там из лобби там задержки и будь у них все преимущества ну как бы кто хочет зашел там не знаю может какая-нибудь лиза тоже это политика вся уже не будем касаться сам знаешь да есть цел что там все происходило просто сложно постоянно меня спрашивают об этом тут все типа я виноват ли кто-то мы виноват ну ясно и достаточно активно понятно развегаем там это все смотри блайс с бэйлингами любимыми своими билд другой собачки мув сейчас пойдет контроль у изи тоже кстати говоря был погоди у изи у изи халява у изи был пул не такой ранний он был более поздний с меньшим с большим количеством рабочих и у него нету бэйлинг-неста это очень важный момент больше и было и заводит мимо сейчас овера стандартах блай очень многих зэбов и крутых убивал не раз я видел и тут конечно исполнение будет решать собачек первых двух могут уже сейчас принять на муве то есть они встретятся те поймут что мы наоборот смотри блай наоборот уходит от них суть в том чтобы эти линги превратились незаметно в бэйлингов а уже с мувом подбежали вот эти как бы с мэйна с прироста и так как бы синхронизировать ой спалились но сейчас спалились все сжираю двух собак на муве подкрепа блая и грядет молниеносная атака я не знаю как они пошло как он будет разводить но там плетки пошли в рабочих до заказ собак бэйлинг-нест к вины на настреме информация то прошла все готовятся я думаю всем уже очевидно что не успевает виде хотя королевы грамотки стоят у него не успевает он добавить не плеток надо к рабочим до плетки поспеть прорваться зачем изи королев убрал я в этом момент не понял но какие красные какие красные рабочие и бах минус 7 и жрать просто жрать пока одинаково кстати говоря увидено слишком много боевого лимита конечно а и он еще плетка может окружить сейчас рабочий он ее сгрызает у изи недостаточно явно прирост рабочих все меньше и меньше надо по рабочим покликать покликать по рабочим там такие красные вот он делает да еще а все нет работ любители он бэйлингов но это было и я говорю как бы ну тут я еще помню когда сам я еще играл в воле с блаем первое правило если не видишь что делает бла я две фотонки обязательно просто вместо одной ну там если из ниоткуда выныривают 7 раучи с лингом сумму а у тебя там ничего нету это стандартный расклад так вторая карта у нас какая да сайкис поддержал канал на сумме 500 рублей спасибо большое сайкис твой кстати канал поддержал я видел я просто перебивать комментирование я думаю ребят я думаю что вы поймете что вдвоем как бы давно такого не было так терраса приона и все замечательно вообще идет за поддержку всем спасибо как бы и меня и мишиного канала и всех и старкрафта и ты и гудгейма как бы в целом так блайт так все запрыгивают надо было и блайт запрыгнул самый из-за у я так а зерга мне написали зерковый стрим рубил тебя а чё зерга нет на канале чем стрим-то рубил его и онлайн то нет на хрена ну не значит а зерга решил ну заргу виднее что ему надо ставлю игроков наверх и тем временем так magic здесь и здесь тогда все надо начинать а изи нет все понял так антоха пишет с мишка напишите близодом с идеями думаю адекватно отреагирует антов ты давно уже должен слышать писали много всего писалось естественно рассказывать про многое не надо я думаю что кто-то из blizzard нас сейчас даже слушает пламенным привет они частенько на трансляциях фоновом режиме на работе у них обычно и ты знаешь я просто перестал это делать после того как вот помнишь они там с какого-то а в два сезона пройдет с третьего там подумаю тут как-то в ходе это давно было там в том году с вцс ты имеешь ввиду да согласны были на твич вот я написал не дам чел прям так спасибо спасибо как а причем на сблизы это же на осмотр ноги на этом ну и сел но они же влияние то тоже там на это имеют какого-то кого то есть тем более мы на твич готовы были ну короче он написал потом сам же еще второй раз писал что все я помню там короче а потом бах уже мне говорят что там какие-то стримеры официальные назначены причем там я против человека ничего имеют там аргентом карта ли тут просто кто это как бы к он отношение имеет его к старкрату что 300 человек потом смотрел в цс вот и мне просто даже не отписал начал как я ему спрашивать что там как хуже назначили там или нет ну что же и изи теперь посмотри изи теперь делает более ранее билл блайт зеркально практически у них даже экстрадроны одинаковый получился да да вот что то такое пока ним не все зерги готовы противостоять однобазовую такой теме то есть в корее я заметил уже меньше вот такого происходит то есть там как-то под стандарт может быть но в корее кстати они вот именно к изменениям тоже долго то есть они подходят очень много и там и вай в первом старкрафте даже даже с европейцев и даже с снг как бы придумывали первые корейцы уже перенимали и развивали уже грамоте у них есть такая тема как вот сейчас у них пока вот смотрю куда есть с одной базы но не всегда и кстати было изи без бейлинг неста сейчас все делает а угла газ добывается это может для эти быть просто невероятно потому что все одинаково но нам есть более здесь нет попробуй переконтроль называется изи на золото еще выходит тут еще это защищать это ближе к главе это вообще просто очень опасно изи спалился на овере вот блай опять обходит старается бачком бачком опять же видимо для того чтобы завернуть пораньше первых бейлингов то есть он под крепой там к виной собаками примет то что к нему придет он готов к этому а вот изи не в курсе про засадный полк который сейчас ублая но на золоте на левом находится 6 собак 6 лингов и бейлинг нас сейчас будет готов через три секунды и изи между прочим уже всех рабов наверно с минералов на золото переведет возможно он будет переводить плюс он вообще рингов не строит обрати внимание он уверен что тут все окей как но там даже шанс ахат это он не видит что галю он же видит что а у изи тоже контур забегание снова контур забегание изи слабее из-за отсутствия бейлингов естественно и просто нечем с ней на рампе ничего нет он догадался он догадался он был инкны строит но достаточно поздно но зато рабочих не переводит сейчас бегут собаки наверное тем собакам который до самое время забежать и они встречают двух псов было и разминулись они но тут с разная сила разная вообще но ой эволюшн и изи криво ставят в лайк прибегает просто жить как при этом взрывы вообще же до бейлинги умеют но это сколько минут было говорили до 6 322 там как раз было но уже 32 на момент когда вышел было 322 я ни на что не намекаю безусловно но просто факт да очне если там явно не фаворит был как газа смысл кого то есть пока все не знаю сейчас смотрю на кип-бэти как например было так отчет не успели запилить походу или ледина ну да походу не успели ну ладно ничего страшного на других сайтах может быть успели но я думаю что там стиле 3 к одному где-нибудь так было так ну что сейчас то изи отпишу ладор доиграл да или нет так просил изи если сможет завтра чтобы позвать его поговорить вот и лэйзер те лэйзер вообще что и лэйзер да ребята ну завозишь к завозишь к прям два раза было и пробил ну кажется что он все таки он чисто на чистого пути да 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 именно так это я и хотел сказать там кстати товарищ с ником heka rgb говорит что-то фаерфоксе не грузит мы недавно проверяли в новом фаерфоксе все 43 многие пользуются все еще 40 41 40 40 41 42 43 отлично работает html player то есть там по умолчанию аппаратное ускорение и если вы юзайте фаерфокса таких процентов наверное 16 пользователей обновитесь просто и включайте себе html player через бета-профиль 40 что-то это версия фаерфокса и да 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 сейчас последние 43 там как раз они подключили аппаратное ускорение и проблемы с лагами если тебя слабый проц они уже ушли поэтому проверяйте странно что не обновляются так долго уже людям хотя релизы выходят стабильных версий так из искал да конечно спасибо за турнир завтра сможет поговорить нами сегодня просто не будем так гадичу кого нет ой-ой-ой-ой-ой косяк надо тут еще нет пока никого зову сейчас минато так ее ревчика меняем номинато и лейзер то где кин кобре отдельный привет чат за тоже отмечается и от серег кобрич вообще хороший парень помогал мне очень много вообще человек хороший вот так вот пошла лирика ну что чуть мин от не заходит и лейзера тоже чуть не вижу так у меня в друзьях ходе был сейчас посмотрим не было теперь вот этим много друзей из потолната отовсюду тяжело удачу прямо все вот много надо почистить тоже и все добавляются там тоже скота онлайн кто-то флайн батонет там hardstone все все одновременно кстати да разделение по играм конечно помогло бы потому что если там и в овервотч поиграл там десяток друзей в diablo поиграл тоже добавились и конечно создается такая не очень удобно и местами системы вот трем бы так спишет чудесно работает firefox html отлично все просто долго ждали когда поддержка будет 42 сделали в 43 доделали они ну да ребята кто и от меня тоже у кого проблемы есть уже давно как бы выяснилось что браузеры тоже там косячит мне и люди давно писали как бы но просто не у всех сразу да их много просто на самом деле этих самых разных браузеров все еще много хорошо что большинство сидит на хроме с ним проще всего он и поддерживает новомодные технологии раньше чем остальные так пишется 20 не будет ли вебка лишний тут про меня вроде как все привык что без нее стримишь не нарушили атмосферу это вебка до информативность игры я с удовольствием вообще посмотрю на твои эмоции во время некоторых моментов но мне будет непривычно согла я очень трепетно до отношусь ко всяким этим логотипом потому что они как бы меньше ну вот игру закрывает тоже но все равно вебка все-таки нужна я думаю то есть это да по самом деле голосование разные там на форуме все-таки за вебку за вебку большинство тем более тебя не так часто в общем то и и видно в живую так паша ушел с собакой гулять прикольно ваша ушел с собакой гулять а элэзера где он хрен знает почему нет друзьях нет на канале кто у ревчика есть наверно у кого-нибудь он же может саджейстер до игроков да просто тоже а ваша здесь именно то пацанам и чатикам пользуется случаем правильно правильно да минато частенько раньше стримил fp вот у него там даже на счету не выведенные средства поэтому я и удивился чего так как так и подписчиков много тут хопа оказывается дело в лени сгорел порт сетевой карты купить сетевушку максимум там за 500 рубликов это конечно так ну ждем элэйзер ладно поляка там по ним а катая тренируется пока нет ничего ничего страшного я думаю вот подождем немножко надеюсь не слишком долго будет играть шайба чем пойдет и уже к концу подходит последнего время залетела не шайба заводи завтра не опоздаем 16 00 начнется и там будет конечно гораздо интереснее потому завтра все очень серьезно вообще до конца уже победители призовой 38 тысяч 121 место 28 28 2772 2 и 3 15 250 почти что рублей хороший очень призовой получается спасибо всем за поддержку сегодня тоже много на поддерживала людей товарищ деспирады говорит о проблемах в обновленном приложении на андроиде во первых хочу сказать да у нас вышло приложение где-то полторы недели назад новое для андроида с хорошими оценками спасибо вам большое за них но если есть какие-то проблемы в самом приложении есть функция сообщить о проблеме сообщить о баге в меню меню слева пользуйтесь и лучше им потому что именно там отправляется информация о вашем устройстве забыл я что у нас же крутой сайт то что вы лейзера здесь же есть батл так и все дела да но он же участвовал нужно его добавить посмотреть где же он находится это хотя бы точку тык 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 и все хочу не удается найти то я чуть не понял что как-то не так добавляю ты уже взял данные вода нашел а все пойду батл так а вот через вот так вот можно добавить все понял вот добавил запрос на дружбу я только ему отправил это аналог как помынул добавлять все понял а почему так интересно нельзя сейчас я тоже пока таких моментов честно говоря не знаю то есть как бы есть айди есть никнейм но просто так что-то не добавить да 16 ну и по москве санек зарек срочно передай привет ухте ухте да конечно те республики комис иктывкару там что бракута у нас еще родная там у вас холодно у нас вообще тут в белгороде не факт что снег выпадет на новый год а у вас все начинается в сентябре или в августе даже помню девять месяцев зима остальное лето титан участвовал в отборочных как в общем-то и димага насколько мне известно и многие другие игроки но не у всех получилось пройти квалификации 4 штуки да там было по 2 квоты на каждую или как две квалификации 4 по 4 года до полуфинала но там призовые были поэтому играли титанчик он сейчас пропал не волнуйтесь все нормально с ними будет шоу-матч на неделе мы сделаем дословно я уже говорил помидорич я переутомил cns на этой неделе не буду катать вообще цель восстановиться все четко по 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 титановской цен с центральная нервная система но он прям так засел я помню на две недели каждый день хоть и с перерывами но олег тренироваться умеет именно задрачивать что называется как вот это его тема я думаю что он уже уровень набрал неплохой я думаю в цесу под трениться уже как бы я думаю сейчас шансы у всех будут пройти говорит семеро одного не ждут от товарища ждем три минуты говорит скайпе надо надо три минуты не он не скайпе на на ладаре говорит и минут она за но на ладаре когда ты говоришь что надо три минуты иногда бывает что понятное дело в этом плане конечно ну вот этот ладар что кайбу и выходить не хочется рейтинг с другой стороны так конечно это мы добрые такие волосы а и Коп-плейзер идёт, отлично. Пришёл. Не соврал, не соврал. Честен был, даже быстрее уложился. Рэдди, говорит, Минато. Всё, поехали. Все готовы. Минато и ВЗ. Ещё одну ЗВЗ. Шайбль, здорово, Дим. Посмотри, мой стрим с горя. Что у тебя там за горя-то? То, что 2 на 2 нам не сыграть. Ну, это нормально. Сегодня такой солидный у нас турнир. Шайба, микрофон не новый. Микрофон уже не новый. У тебя же, Миш, тот же сейчас. Да, 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 он работает пока. По совету Миши, как бы такой и был взят мной. Что одно отдельное спасибо Миши. Майк, у него никнейм из Питера. На Авито он мне его за 8 тысяч успел взять до подъёма курсов. Сейчас, да, сейчас не стоит блюет брать. Из-за курса есть достойные аналоги отечественных производителей. Всё-таки, как выяснилось. А, да, то есть... У Октавы появилось 2 или даже 3 USB-шных микрофона, которые там за 6К смотришь на блюете, который сейчас 14 или 18, ну или Pro или не Pro. Конечно, печально. Ну да, курс, да курсы эти вообще, да, камни. Поэтому Култи вот то, что да, сказал про команду он тогда. Меня прям порадовало это в том плане, что у игроков есть план саппорт полный. То есть сейчас за свои деньги-то вообще, как бы, ну, куда-то туда ехать, это печаль. Надо пользоваться таким моментом. Да, и в этом плане, мне кажется, что у киберспорта, ну, если вот сравнивать с некоторыми другими темами или с регулярной какой-то работой, значительно больше преимуществ, потому что фактически-то границ нет. Есть скиллуха, выигрывай онлайн, там, где призовые в долларах. Если скиллуха есть, едь за границу, команда там поддержит, если ты нормальный товарищ. Согласен. А если ты там токарь от бога, то, как бы, хочешь не хочешь, а придётся работать там, где ты родился. Ну, за редкими исключениями только. Ну да, да. А, понял, где-нибудь дочка. Так, ну, у нас тут разные билды. Несколько разные билды. У Элейзера быстрый мув и значительно раньше, соответственно, пул, как вы видите. И Минато готовится... Увидел, во-первых, он собак, которые бегут. Плёточка? Да, плёточка, плёточка. Шесть слингов. Но опять же, опять же, вот это здание, которое строится, да, у Элейзера, оно очень сильно может решать. Ну, кстати, личинки есть почему-то, и Элейзер. А вот он. Он, кстати, не собирается дронов-то пока вообще строить. Минато готов. У Минато всё позже, правда. Просто Бейлинг Нест без Бейлинг Неста или Роуч Ворона законтрить практически невозможно. Ну, посмотрим. Тут очень сложно как-то скрытно завернуть Бейлингов, учитывая то, что бежать недалеко, оверлорды все проходы палят, и... Ну, как только ты решишь где-то завернуться, тут же станет известно. Как будто он дефенсный, или это просто он палиться реально не хочет? Заворачивает Бейлингов аж у себя на натурале, Элейзер. Да. Видимо, палиться не хочет. А там Роуч Ворон доделывается, но он не успеет... Ну, то есть, Роучи не успеют выйти до атаки. Так, Квины стоят на проходе, плёточкам... Ну, Роучи не успеют, но Бейлингов 4... А не, я вру 7, сейчас их будет штук в сумме. А что взрывать-то? Что взрывать? Плётку, наверное, нет. Хотя, Лингов нету, чтобы убивать, если плётку взрывать. Тоже, и Минату водит рабочих, грамотно сейчас. Да, плётку Элейзер решил взорвать. Ой, сколько здесь Роучи. Он ждёт, ждёт, ждёт собачек. Ой, как хорошо, у Мината Роучи выходит, прям идеальный. Я бы сказал, Лингов законтраливает, красавец. Минатыч просто сейчас Бейлингов никуда, он отбивается. А в контратаку сейчас можно пойти спокойно, ведь? Можно пойти. Ну, вот сейчас спешить тоже не стоит, по щенку, что 20 лингов до заказа. И могут съесть. Но тут такой проход, что можно пользоваться вот этим местом. Да, согласен. И королева загуляла, что-то у Элейзера вот от неё только остались. Непонятная анимация там какая-то. И с рабочими тоже есть просадка у Элейзера там. Да, согласен. Но Мината поспешил, смотри, я его тут. А ему некого было ждать, да. Но его съели в любом случае. Съели. Ну, просто Мината странно очень сделал. А вот сейчас что? Он пришёл и он не делал до заказ лингов вообще. А смысл было идти тупо роутить. Ну, то есть, если ты шёл туда, нужно было до заказа. Он до заказал и рабов, на самом деле. Полдёжины. Сейчас за это поплатятся. Потому что Квина и Роуч, они не отобьются здесь никак. А рабы в любом случае умрут. Но Роуч не успевают выйти. Или уже минус. Роучка же успевает выйти, но Линги... То есть, от Роуч и нужно... А можно на мейн пробежать, попробовать? На мейн, да. Но Элейзер решил вообще в лоб грызть. Он за эти Линги дотекает. И здесь у Мината, блин, победу. Все, сгрыз. Похоже, что сгрыз. Лапайка, Мината. Ну, это ЗВЗ, он какой-то вообще безумный, быстрый и беспощадный. Одна ошибка, и получи контратаку в лоб. Один атаковал, другой контратаковал. И опять контратака при... После неудачной контратаке. Все. АПМ 413. Здравствуйте. По картам, что у нас там писали? Так, так, так. Где-то был. А, вот Минат. Писал. Ульяна. Так, сумеречный башнишник. Понял, Т1. Дочка упала, головка ударилась. Бывает такое, но... Все, я надеюсь, нормально. Думаю, что у меня нормально будет. Маша тоже падает. Все падали. Всегда. Так. Заходит Миша. Зоу Элейзера. Паша заходит. Зоу Мэджика. Мината. Где Мината у нас? Мината сам зашел. Инстейбл, привет тебе. Давненько. 50 Cent говорит. Мишка, у тебя нет личной жизни. Сколько можно стримить? А следующее сообщение. Возьми меня на работу. У тебя тоже не будет личной жизни. Зачем тебе это? И у меня все, слава богу, хорошо. Все хорошо. С личной жизнью. Так. Ну что, все готовы? Поехали. Убивашка говорит, как варкрафтере допустили комментирование СК. Исключительно тут протекции. Не шарю, не разбираюсь, но берут просто за былые заслуги в варкрафте. Да, все по облату, все там, сами понимаете. Тут у нас никак по-другому. Вы все знаете. Так. Вот у Net, тебе респект, как обычно. Вижу поддержку. Очень приятно. И выходит 1-0, да, у нас? Элайзер быстро берет первый... У нас же одна всего игра была, да? Да, да. Да, у нас уже Элайзер 1-0 ведет. Это может быть последняя игра на сегодня, на ГГГода. Если Элайзер побеждает. Так, что-то я хотел сделать. Ага, все понял, что я хотел сделать. Пока все штампуют рабов, судя по всему, никакой агрессии не будет. Фуллом не заморачиваются, газы не строят и выходят на хаты. Только разница и в том, что хаты делаются в разных местах у Элайзера в кармане. А у Мината на 3-й, ну, на этом проходим. В принципе, плюс, наверное, хаты на 3-й в том, что тебе проще все защищать. То есть, там, квина, опухоли, рампа единая. Если ты имеешь что-то снизу, которая снизу хаты. Да, вот так предпочитает Блай играть, например. Ну, многие тоже, да, я видел, что вот так вот именно ставят и в кармане корейцы. Ну, да, здесь плюс, конечно, что здесь рампа вот эта прикрывается. То есть, тебя уже не разведешь на мейн вторую сюда при в рывах. Есть и минусы, конечно. То есть, если ты что-то не поймешь, вот как Блай отбегает с такой темой, то может печально быть. Что-то, если неожиданно, то здесь тяжелее будет отбиться. Так. Газ пока непонятно, для чего собирается. Ну, то есть, понятно, что для Мувы, но будет ли продолжение в этом банкете, не совсем ясно. Увидим. По газу почти одинаково. То есть, конечно, халяву, порваться не получится. Оба продолжают собирать газ. Ну, опять же, это могут быть Беллинген, наверное, скорее дефенсные варианты. Они же пока инфы не получили, вот только-только Оверлорд залетают, для того, чтобы убедиться в том, что, да, Хата, да, вот дефенсные, чистые дефенсные у Мината Беллинг Нест. Сразу же Лейзер его спалил и улетел. Сразу же спалил. Ну, может быть, Мината, кстати, специально так его и ставил, чтобы показать. Тоже, если бы хотел он смыкать, то он его, понятно, что смыкал бы, просто на Мэйне бы поставил. Ну, или там за второй базой бы поставил. Так, что-то у меня часик развалился. Да, у меня тоже. Ладно, думаю, что бывает. Всё это быстро устанавливается. Там на связи Локи. У него сейчас, правда, глубокая ночь из-за разницы во времени в 5 часов. Но он, я думаю, решит проблему быстро, слава богу. Он здесь. Отлично, да. Так, ну, пацаны, помните, что мы с вами. Вы нас слышите, мы знаем это. Так что, да, и пару слов по игре. Овера тут отгоняет и лейзер. Овера отгоняет и лейзер. Но, судя по всему, Мината сможет улететь. Контр-атака лингами. Это не контр-атака, точнее, забегание. Какой-то четырьмя лингами идёт. Разведывательная больше издалека. Сейчас. Но здесь были линги на рампе. Если будут, они навряд ли получится ворваться. Мината Рауч Ворон и две газилки на экспанде. Вот Рауч Ворон, он тут тоже такой палевный. Наверное, никакого досла нет. И лейер тут же делает. Ну, тут просто здание, типа стенку. Зараберин, чтобы можно, наверное, королевой было ныкаться, если что, на всякий случай. Ну, тут Беллинг Баст уже не идёт, в принципе, никаких. Вот. Минат впереди по рабочим немножечко. По таймингу лейера практически одинаково. Третья тоже одинаково доделать. Ну, хотя нет, у лейзера ещё точек раньше. Минат за туровую больше. И у лейзера чуть раньше плюс один заказ. Да, да, это может решить, если там прям всё зеркальное, и Раучи будет выходить, стенка на стенку драться. Но, опять же, можно отступить тактически. Сейчас уже чисто Раучи и нет. Сейчас Раучи и Раучи опять же, если дерутся. Ну, и Люру в ЗВЗ. То есть, в ЗВЗ вообще сейчас много что используют, но посмотрим, что конкретно в этой игре будут делать, конечно, игроки. А Раучи и Раучи, я смотрю, довольно дешёвый юмит получается. Да, там плюс один лимит и 75 газа, но он же сохраняет атаку Рачей, да, по урону получается. Плюс у него добавляется способность к такому легкому Рауе, да. Ну, демод же, да, у него 16. Вот я типа атаки, да типа атаки такая же, по-моему, у Раучи. То есть, у него броня меняется. Вот он становится псионным, и по нему бонуса нет ни у кого практически. И вот этот каст и рейндж. И если у Раучи скорость передвижения 3.15, вот без всего, то у Раучи что-то там побольше, по-моему, чем у Раучи. Даже без всяких грейдов. То есть, ну, как бы он гораздо сильнее, да, становится. И полезнее. Вот сейчас Раучи доделать, сейчас как раз мы и увидим. Лазер, с какой муф, интересно, прав я вообще или нет. Да, 3.85 он на 0.6, 0.6 получается. Серьезно, кстати, быстрее намного хуже, чем. ХП уменьшается, только жалко. Дроп Раучи будет сейчас, Оверлорд полетел. Но, видимо, и тот, и другой будут делать, потому что я, панцири, ну, соответствующие грейды были сделаны. Видимо, закидывать будут Раучей в экономику. Да, масть с оба, оба четвертую ставят, Лазер раньше немножечко. Развивается. Ну, и грейд, соответственно, на второй атаку чуть-чуть раньше будет. Не завтыкал, то есть он после первого сразу же заказал. Спорок нет у него Лазера и Мината тоже. Вот сейчас вот как-то входите под конец, особенно корейцы привыкли, вот эти ЗВЗ Раучи, постоянные ползания, вот эти с подземным мувом. Что-то в Лотве пока еще вот такого нет. Вот начинается стандартная погоня за оверами, но и Лазер грамотно добавил мув овером, то есть у Мината тоже он есть. Это очень важно сейчас за ЗВЗ, потому что вот сейчас реводжер просто как обычно делается. Вот Мината сейчас не законтролил, Лазер убил. Четыре реводжера делается, потому что с каста, просто с прокаста фаерболами овер убирает. И если ты его не законтроливаешь, то все, это вот Мината улетает. А если они без мува, улететь почти что невозможно. То есть ты идешь в выход, например, и еще и оверов, пока идешь, убиваешь. Сапплай блок создавая особенность. Иране какие-то атаки там очень жестко наказывали, бывало. Там дроп четырех рачей, трех рабов они успели убрать. И королеву. Да, и королеву, кстати, да. Королеву напоследок забрали. Одновременно с этим дроп на третью базу, но он уже сразу принимается. Роучи ждут, спорка стреляет, еще один дропчик на следующую базу. Там спорки нет. И спеши туда. А ты лейзер, да. Ну что-то Мината, вот он сейчас пару роучей оставил. Ну и пару тропов дропов погибнет, да. Слишком малый ДПС здесь. Ну два дроны лейзер убил, решил больше не дропаться. Вот королева летит опасно. С двух эволюшенов, между прочим, уже Мината грейд делает. И уже 200 лимита. Восьмая минута, 200 лимита. У Стефана там какой был стандарт? Двенадцатая, двенадцатая. Ну там другая двенадцатая, конечно, была совершенно. О, сейчас будет сражение, кажется, на четвертой базе. А, он хотел, видимо, поймать переведенных рабов сюда. Что он делает? Куда он с ней? А, оверлорд он просто убивает. Оверлордов, и он, тут эта вот позиция, вот эта хада влочится просто сверху. Поэтому многие предпочитают даже ставить вот на трех и девяти часах, соответственно, вот. Почти, ну во многих матчапах. Ну вот за ВЗ решили, что не будут здесь как-то по-другому ставить. Мината больше боевого, у него меньше рабочих зато. Огрейдам один-один, сейчас два-один будет Мината, два-ноль. Ну и Лейзер как-то неожиданно тут выход делает, нужно аккуратнее Мината быть. Он пытается отвлечь внимание закопанными рачами, которые пробежали на мейн, и сейчас Квину убивают. И в этот же момент происходит битва на четвертой базе, но здесь больше Мината, насколько я вижу. Да, здесь Мината больше, но под фаерболами попадает. Но сам тоже попадает фаерболами, он разбирает, значит, 200 в 160 км, конечно же, Мината нужно идти в контратаку, и Лейзер это понимает, а вообще тут пытается как-то ручами насолить Мината дома. Смотри, группа рачей сейчас на третьей базе, но она, правда, стоит тупит. Да, да, она тупит, но здесь и у Мината есть ручи, тоже и грейдов у Мината больше, и вот оверсиры, нет, это очень, какой момент всегда. Здесь Минат приходит, и Лейзер здесь значительно меньше. Да, он может продавить, кстати. Да, он продает по грейдам Мината лучше тоже. Вот фаерболами аккуратненько, стоять нужно. Ну тут Мината, правда, лимит, кстати, Мината меньше становится, и Лейзер гигантский просто заказ. Ну и прирост будет ближе значительно, а там подкрепление еще далеко-далеко в середине карты бежит. Сейчас Мината нужно отступить, уже не отступил. Значительную часть потеряет. Попытка соединиться. И посмотрите по рабочим, 36-64, ручи продолжают харасить. Так это провал вообще. Да, лимиты одинаковые боевые, это значит, что навряд ли Мината получится продавить здесь. Он потерялся, он же поплыл, потому что он не видит, ну не пытается там как-то экономику свою спасти на третьей базе. Он пытается здесь выиграть, но как он тут выиграет, если тупо на заказ? Да, ладно, на 19-ти рабочих, хотя бы лимит пока ровно, но экономика решит, если в этом случае. Понадобится какое-то время для того, чтобы... Хотя... Не, не, нет. Сейчас с разных сторон просто до заказ выйдет из 15 врачей. Лазер понимает, что ему просто не надо принимать бой сейчас. Да, время нужно потянуть. А там на мейне вообще голяк, смотри. Никаких рабочих на мейне, никаких рабочих на третьей, только одна база работает. Только отбиться, только отбиться. Сейчас нужно и Лазеру, и игра у него в кармане. Но есть определенные все-таки сомнения, что удастся, потому что даже уже заходит на мейн и Лазер. Да, как-то по отдельности прирост Мината и Лазер. Смотрите, и сейчас по лимиту ситуация кардинально просто начала меняться. Ну, уже нету двукратного преимущества. Королева... Ёма, нифига себе. Вот я говорю, Лотов это такая... Вот сейчас как это? Ну, все по очереди выходит, по очереди и разваливается, скорее всего. Поэтому так происходит. Мината пытается эвакуировать рабочих своих. Их уже все забил окончательно на базы, на экономике. Но если только сейчас Мината как-то отступит, если он не дожмет... Да, то это все. И сейчас и Лазер может соединить еще роучи с роучами, с вами рабочих. Кстати, у Лазера тоже все меньше и меньше остается. Тут очень важно, у кого боевого больше будет. У Лазера показывается значительно больше боевого. Где он вообще этот весь боевой? 10 роуч. А, вот 20 сейчас до заказа лимитов. На карте есть у нас... Он армии своей на третьей базе. То есть они там стояли, тупили. Сейчас вообще размен, скорее всего, будет. У Лазера тупо больше роучи вообще сейчас даже. На карте есть. 17.31 вообще сейчас новые вышли. Ну, так он может в Элиминейт тогда просто быстрее убьет. Быстрее? Ну, ему, конечно, в лоб бы лучше. Ну, в Элиминейт я тоже думаю, если Лазер быстрее все сделает. Бабла нет просто на хату, поэтому все до конца заказывались просто и все. А денег нет. У Лазера еще ключевой момент в том, что у него есть закопка с подземным умом. А это реген гигантский. И Минато не сможет отрегениться при всем желании. Быстро так, как и Лазер может это сделать. Еще убивают друг другу здание. Ну, кто-то там сейвил рабов. Вот я вижу, у Минато есть рабочий. Он собирается газилки пилить. У дрона мирового что-то записал. А, у него нет бабла на газилке. Просто нет бабла на газилке. Сейчас его просто убьют. Последнее здание. Давайте здание откроем. Минато осталось газ, спорка и два эволюшина. Все. И вот они все здесь-то и находятся. И Лазер дить газ пилит один газ на мэнни у Минато. Ресурсов нет и там нет. Это точно ГГ. Но так подраться не получилось. И все-таки не удалось единственного не СНГшника выбить нашим из турнира за сегодня. Это ГГ, ребятки. Лазер побеждает в Элиминейте. Это минус Минато. Так, что-то чатик отвалился. Да, да, да. Я сейчас там выясняю. Проблемы нашли, но почему-то не исправили еще. А меня тут поддерживают. Яндекс 4 единицы. Ки-320-500. Спасибо большое. 1100, ребят. Очень приятно. Поэтому тут Яндекс. Погруга наша-то не смогла ничего сказать. Так, ну что. ГГ года на сегодня к концу подошел. Я тоже, наверное, ничего сегодня не буду делать. Завтра рано очень начало, ребят. Так что сейчас будем закругляться. Ну, в итоге мы подведем. С Мишей, конечно же. Что можно сказать-то про сегодняшний день? Ну, мне понравилось. Я для себя очень много всего интересного обнаружил. И попытаюсь это хотя бы частично применить в ладере. Игроки хорошие, исполнение отличное. Много новых стратегий. Ну, я просто для себя игру сейчас только начинаю открывать. Поэтому мне все интересно. Согласен с тобой, Миш. Да, игры были интересные. Слазы быстрые. То, что тоже важно. Это плюс безусловный. Завтра у нас, соответственно, будут стадии какие. Сейчас я вам скажу, какие. Завтра у нас будет полуфиналы Венеров. Хэппи против Тиран Вика. Стрэндж против Култи. ТВТ, ПВП. В лузерах у нас сыграют Элейзер с проигравшим, соответственно, Хэппи Тиран Вика, видимо. Блай проигравшим Стрэндж Култи. Ну, и потом дальше. Финал Венеров. Финалы лузеров. Малый финал лузеров, течень финал лузеров. И общий финал. По стадиям мы решим там уже на ходу. Не знаю, с Пашей посмотрим, как удобнее, чтобы грамотнее это все было. Что вперед, что позже проводить. Ну, понятно, сначала сыграют Венера, потому что в лузерах оппонентов нету никаких. Да, Часика живет через, ну, от 5 до 15 минут. Ну, у кого-то может быть даже быстрее, как ДНС обновляться, надо обновляться, все будет хорошо. Ну, в любом случае, спасибо, во-первых, большое тем, кто турнир этот изначально засаппортил. Судьям, кастерам и тем, кто завтра придет, тоже будет смотреть, может быть, саппортить. Сереж, тебе спасибо за то, что вытерпел. Спасибо, Миш, спасибо, Миш. Да нет, все, порядок, рад и просто пообщаться, и покомментировать. И вот даже вспомнилась вот Лана, когда все мы съезжаем. Ну, я думаю, что еще не вечер, и такое произойдет когда-нибудь, что вы увидите нас где-нибудь. На каком-нибудь ивенте хотелось бы, чтобы было что-то у нас в СНГ тоже. Ну, посмотрим. Там, кстати, мне вот из Близзарда товарищ говорил, что что-то там планирует такое. Но нужно думать, нужно думать, как бы решать, что, как, где. Вот так вот. Спасибо тебе, Миш. С удовольствием. Тебе тоже. Все, тогда до завтра. Завтра, кстати, еще 16.00, и еще, я думаю, что, если у тебя возможности сразу, предупрежу, будет там минут на 15 пораньше закончить, потому что с Изи согласился он интервью и Тиран Вика там, и подключим, с кем не общались еще тоже. Вот сегодня, ну, и всех-всех-всех, кого там не было. Вот. Окей, хорошо, я буду чуть пораньше тогда. Все, все, Миш, до завтра, ребят. Такое расписание. А, ГСЛ еще в 12.30. Приходите. Все, Миш, то я отключаюсь. Да, запись сейчас поставлю заливаться тоже на YouTube. Будет в разделе видео. Завтра записи, кто не видел, сначала увидите. Все, до завтра, Миш. Спасибо. Пока. Ну, все, расходимся, пацаны. Я, наверное, завершу там в скайпе какая-то вакханалия творится. Если... Хотя, давайте я лучше паузу на 10 минут сделаю, без... Ну, как-то так, может, еще ко днем, может, что-нибудь. Подождите. Паузу на 10 минут. Продолжение следует... 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 Увидимся с вами завтра точно до 16.00, чуть раньше 16.00 на ГГ года, и скорее всего будет еще стрим по Divinity, продолжение с БСП, начало скорее всего часов 12, как-то так. Спасибо за внимание, хорошего вам вечера, спокойной ночи.